Я не считаю Сидорина независимым рефери. Пытался смотреть, как левый человек. Первый, второй раунд я бы отдал себе и пятый. Анатолий подходит и говорит, после какого-то раунда, что 3-1 я веду на карточках, на записках. 3-1. Ну, это получается уже пятый раунд. Как так? А что, обтирая спиной канаты, бой не выиграть. Даже если здесь была победа, но вы слышали реакцию зала, почему вы не потребовали немедлительно показать записки судей? Пускай лучше меня будет называть народным чемпионом, чем он наденет на меня этот пояс и весь зал, весь стадион будет меня просвистывать. Я не считаю Тиграна каким-то, извините меня, лохом, чтобы он сваливался в первом раунде. Реакция президента лиги Hardcore Анатолия тебя удивила? Единственная моя мотивация была доказать маме, что я не лох. То, что делал Толя после боя, это была игра одного актера. Я в обещания не верю вообще. Для чего мне доказывать псам, чьего мясо? Ну что, прошло уже более полутора лет, как я с помощью матчмейкеров отобрала всех бойцов на третий сезон Гран-при. Я вспоминаю эти бессонные ночи, бесконечные звонки, более ста в день собеседований. Мне кажется, что это было не просто так. И совсем недавно был финал, в результате которого засомневались многие. Так кто же победил? Тигран Мотивосян или Даня Бридов? Сегодня я решила взять интервью и у Дани, и у Мотивосяна, и также у их тренеров. Чтобы разобраться и донести до вас, зрители, кто же действительно победил. Пишите ваше мнение в комментариях. Мне действительно очень важно и интересно узнать ваше мнение. Ну что, прошел уже практически год с момента нашего с тобой интервью. Десять месяцев, по-моему, как-то так. И снова мы встретились, но только повод немного у нас изменился. Если я хотела записать отдельное интервью с тобой, то сейчас, мне кажется, что гораздо более яркая новость будет это ваше перекрестное интервью с Тиграном, касаемо твоего последнего боя. Изначально за этот год достаточно много всего произошло. Какой бой, помимо Тиграна, для тебя был самый тяжелый? Хотя ты всех вырубал в первом раунде, но тем не менее. Какой бой был самый тяжелый? Может быть, самая тяжелая подготовка к нему? Кто тебе из бойцов запомнился больше всего? Да, честно, наверное, каждый мой бой, кроме второго, который тоже прошел на стадионике, был для меня по-своему тяжелый и по-своему важный. Наверное, самый из таких, если ментально брать какую-то составляющую, это, конечно, земляк Тиграна, друг ваш, Тема Ростовский. Но именно ментально, да. Второй бой такой по серьезности и важности, это скорее Шадрус, потому как выход в полуфинал действительно тоже важный бой. Ну и на первом месте у нас все равно будет стоять, ну как бы мы говорим, да, помимо Тиграна, но Тиграна включим в этот список, был не столь, знаешь, ментально тяжелый бой, сколько физическая подготовка была немножко такая, шаткая. А что случилось? Ты перенервничал, потому что знал, что скоро станешь папой. Поздравляю, кстати. Спасибо. Что с тобой произошло? Почему... Ну, действительно, это был не тот Дани Бридов, которого мы привыкли видеть все. Ну, знаешь, возьмем тот факт, что к какому Дани вы привыкли? Я на самом деле, ну, если учитывать там факт ментальный, да, какой-то подготовки, составляющий, все вот эти вот, так скажем, внешние факторы для меня были точно такими же, как и в остальных боях. К слову о том, как подошел к бою, тут уже, да, другой вопрос, именно физически было тяжело, потому что перегонял вес, за неделю я уже был весе, ну, там, понятно, мне тренер сказал, кушай больше, и у меня он резко прыгнул вверх. Опять гонял? Да, то есть у меня там за 4 дня оставалось еще 4 килограмма, и я думал, да как я буду делать? И потом вот за день до взвешивания я уже встал на весы 85, на взвешивание я встал 84-300, и кто-то думает, что там я условно 10-15 килограмм больше Тиграна, ни хрена это не так, я встал перед боем на весы, я весил 81 килограмм ровно. 81? Да, хотя тренеру я сказал, что коуч, не переживайте, я восстановлю все еще. А как, в смысле, почему ты все? Вес просто пошел вниз, просто пошел вниз, потому как я ему дал большой стресс. Ну да, счастье накормить хочется, ты очень маленький и худенький, честно. Вот, а факт веса Тиграна составлял 78 килограмм. То есть это там не 77, не 76, не 70 ровно. Ну 4-3 килограмма, возьмем так, общий, да, то, что и он чуть за ночь подгорел, 77 он весил. 4 килограмма разница, я не думаю, что это такая прям вау, большая разница. Да, именно на картинке, да, там выглядело то, что я такой вот фактурный, но большинство народу заметило все равно то, что я очень исхудал. Ну опять же, да, я вот скажу, что это просто неграмотно, наверное, восстановился. Должен был чуть отдохнуть в плане того, что после капельницы должен был полежать, отлежаться, поспать. Перед боем, я считаю, с утра уже потренировался, чтобы пот выпустить. Ну то есть там, да, если ты ставишь определенные препараты, чтобы тебя не застолбило, так скажем, тебе надо потренироваться, просто выпустить пот. Вот, что и произошло, и судя по всему, из-за этого, конечно, у меня вес опять вниз и бахнул. Ну и плюс я приехал часам, наверное, к 6 на арену. Очень странно. Ну как бы просто видишь, у нас хардкор такая организация моя, мною любимая, которая сказала, что к 6 второй карты уже должен был. Ну ты уже полтора года здесь, ты так и не привык еще к тому, что не нужно приезжать, когда тебе говорят. Вопросов ноль, но я просто люблю чувство такта, я люблю пунктуальность, да, где-то в моментах я могу, знаешь, ну если что-то не особо важное, как интервью с тобой. Шучу, просто где-то моментами, да, могу припоздать, но я об этом обязательно скажу. А тут вот я прям хотел, ну и как бы, знаешь, душа рвалась в бой, так скажем, и хотелось действительно, знаешь, все прям по полочкам, что все четко было. В итоге я приехал, я повалялся там, поспал, переоделся, плюс мы решали там многие вопросы с нашими шортами, которые не понравились хардкор, ну точнее, даже не хардкору, а больше федерации бокса. Вот, и, да и все, в принципе. Ну, одному человеку, я думаю. Нет, Анатолий Юрьевич потом согласовал, все. Слава Богу. Ну что, выходишь ты на бой. Так. В первом раунде Тигран тебя удивил. Можешь даже не спорить, я видел твоего лица после первого попадания, он капец, как тебя удивил. Слушай, удивил, нет, тут к слову о том, кто такой Тигран. Ну, Тигран для меня это серьезный оппонент, это для меня серьезный вызов, так скажем, да, своего рода. Но чтобы прям удивил так, чтобы я прям вообще, я думал, да как ты стоишь на ногах, да как я тебе там пролупил справа, и все, и ты не остановился после этого. Ты что, офигел? Слышь, ты иди сюда. Да, нет, Тигран вообще молодец, у него реально и, во-первых, крепкая голова, во-вторых, ну, то есть не то, что крепкая, да, как мы любим в боксе говорить, держит удар он очень хорошо, достойно, прям никаких вопросов. Единственное, что меня, наверное, самого удивило, но это больше не в Тигране, а в самом себе. Я же, как все знают, да, после полуфинала получил травму руки, и меня удивило, что быстро она вышла из строя, потому как я проходил курс реабилитации, и, то есть, да, меня там прям условно уверяли, что, да, все будет, да, весь бой, вообще ничего не произойдет. Гиалуроночку колол с себя? Гиалуроночку, ну, она имеет свойство... Рассасываться, конечно. Да, да, на месте с рассасыванием гиалуронки идет размывание все равно кальция в костях. Это вот уже общепринятый факт, если ты его колешь именно, ну, там, куда-то вот в эти области. Ну, я туда не колел. Ну, да, у тебя, да. Вот, и в целом, Тигран, конечно, он не то, что знаешь, удивил. У меня было понимание, что он продержится, бой. Либо это там, условно, да, закончится в четвертом раунде, чего не произошло, либо это закончится решением судей. Я, конечно, у меня было переживание больше, что это закончится решением судей, потому как многие люди, как мы все видим и знаем, да, они ожидали вот этого вау-эффекта нокаут в первом раунде, шестой бой. Но главная проблема людей – это их ожидания. Я не считаю Тиграна, да, каким-то, извини меня, лохом, чтобы он сваливался в первом раунде, и от какого-то изнеможения, да, кричал о том, что остановите бой, это нокаут, все, и, ну, хватит. Ну, смотри, просто я как зритель в первом раунде, когда он по тебе начал попадать, и одно из первых попаданий, я прям вот четко сфокусировался на твоем лице, и это было, ну, сильное удивление. Ты действительно удивился, к сожалению, я не могу вставить отрывок вашего боя по причине того, что хардкор-медиа обязательно отправит страйк на мой канал, но тем не менее, ребят, пересмотрите, в первом раунде ты действительно вот после первого попадания у тебя такой, типа, чего? Знаешь, больше, ну, вот отдать должное Тиграну при его весовой категории обладать таким ударом, ну, это просто вот... Как Миша Тарабрин перебивал с Аслана Асбарова на силомере. Ну, тут как бы, знаешь, я понимаю, почему эта сила, да, вот есть, ну, как бы, компенсация. У него очень сильный, ну, сама видишь, да, он такой взбитый пацанчик, у него очень хорошие предплечья, но рычаг у него, видишь, именно сама кость, да, и расположение на ней мышц, да, крепление мышц, оно короче намного, чем у меня. Возможно, если бы я, там, условно, был ниже ростом и, там, ну, не знаю, хотя бы как, ну, как тот же, там, кто у нас еще есть, такой, типа, ну, Мухаммед, да, возьмем Мухаммеда. Мухаммед же, он взбитый, он прям хороший, прям, ну, такой, знаешь, атлетичный, вот, если бы я был, условно, таким же ростом, конечно, крепление мышц у меня бы располагалось немного иначе, и компенсация вот этого вот рычага, да, она бы проецировалась на силе удара. У Тиграна, я вам, ну, вот, я заявляю официально, это самый сильный удар, который я получал от людей, которые ниже меня. Это вообще со мной не выскакило, просто, как бы, понятно. Вот, но у Тиграна есть баня, ну, то есть, это у нас, да, такой сленг, так скажем, боксерский. Баня у него есть. Да. У него очень хороший плотный удар. Хорошо. И это и удивило, наверное, больше всего, но там, как такового, знаешь, я не скажу, что за весь бой, да, не было прям, там, чистых попаданий в голову, там, в лицо, да, куда-то. Но, как бы, единственное, наверное, попадание вот это, оно было, во-первых, удивлением по тому, как он попал куда-то в область шеи плюс грудь, да, и, ну, честно скажу, у меня после боя грудак, ну, нормально так бы, я вот так вот вставал с кровати, чтобы, ну, там, попить водички условно, ну, напытался я в бою так, нормально. План на бой был удосрочить или нет? Сейчас уже можешь честно сказать. Как я тебе и говорил, всегда, да, там, ну, то есть, когда наше общение завязывалось тем или иным образом, да, у меня никогда не было плана ни на один бой удосрачивать вообще, удосрачивать, удосрачивать. Отличное слово. Удосрачивать конкретно. Даня просто филолог, кто не знал, да. Удосрочить соперника не было никогда таких, знаешь, позиций именно в плане, планом на бой. Я изначально с тренером проговаривал тот факт, что, ну, точнее, тренер мне, да, пытался объяснить, что, да, не настраивайся полностью на всю дистанцию, пацан реально будет сушить бой. Это его задача будет самая главная. Я сначала не верил в это. Я думал, Тигран, наоборот, полетит. И у нас было два плана на бой. Во-первых, на вот эту сушку, что и произошло. И второй вариант был, если он, наоборот, будет слишком сближаться, знаешь, то есть, ну, вот это вот пикабу у Майк Тайсона. И будет действительно начинать атаку с корпуса, переводить академично на голову, да, то есть было и на этот план, но вот этот план, он бы сработал немножко иначе, и его было бы осуществить чуть тяжелее, потому как работать вторым номером надо уметь. И там при всем моем уважении, да, к Тиграну, к его тренерскому штабу, я их действительно уважаю. Я не знаю, почему там против меня, да, так всполошились, что это не победа и так далее и тому подобное. Но я выбрал тактику академичного бокса. Просто перетыкать. Любители бокса, именно в любительском, да, боксе, если брать, они все это знают. Профессиональный бокс чуть, конечно, отличается, точнее он полностью отличается, но даже в профессиональном боксе, вот это вот академичное ведение боя, именно перетыкать, да, там не было, как сказать, ну, не было, знаешь, какого-то уклона на то, чтобы вот я сейчас тут, тут, тут и потом как я заряжу. Да, были у меня моменты, я сам видел бой, ну, то есть смотрел его уже несколько раз. Были моменты, когда видно было, что я заряжаюсь на удар, этого не поменять, но это больше, знаешь, от какого-то, ну, от каких-то эмоций, да. Больше то, что я тебе натыкал, я вижу, что ты уже и назад пошел снова, и как бы тебя чуть-чуть там где-то болтануло, давай-ка я тебя еще досажу. Надо было немножко по-другому отработать, ну, как бы мы имеем свойство ошибаться, и над ошибками надо работать. Реакция президента лиги хардкор Анатолия тебя удивила? Удивила, ну, не с на на самом деле, потому как, ну, для меня, конечно, в какой-то мере это стало, так скажем, обидно, да. Ну, я бы кинула обидку. Но, честно скажу, как бы, да, если смотреть со стороны бизнеса, ну, то есть, знаешь, общей такой картины, Анатолий Юрьевич действительно бизнесмен, он хороший инфоповод дал, который сейчас завязан полностью, условно, на нем и мне. Но немножко можно было другие слова подобрать, как я считаю. Но, опять же, Анатолий Юрьевич сделал, знаешь, есть вот ложь во благо, есть действие, да, вот, условно, от Анатолия Юрьевича во благо. Типа, мы все знаем, прекрасно видели, что большую часть стадиона наполняли фанаты Тиграна, что с Ростова, что армянской национальной принадлежности. Вот. И вот этот вот весь гул был сформирован именно вот этими трибунами и той частью. Да, кто-то из русских тоже до сих пор мне пишет, что тебе там не стыдно за такую победу. Ну, ребят, я выиграл, выиграл чисто, выиграл уверенно, ну, как условно уверенно, да, то есть своим академичным боксом я выиграл победу, ну, то есть, выбил победу. Каким образом это произошло, да, с вашими, точнее, ожиданиями и надеждами на тот самый накап, даже во втором раунде произошло это, как произошло? Я вчера смотрела обзор Кимчи на ваш бой, или сегодня штраф, я не помню. Посмотри, интересно, там прям детально это все разбирает, и у Тиграна было много ударов, но они многие были неточные. Молоко, молоко называется. Как думаешь, с чем это связано? Что он просто летел, потому что он понял, что раз его не уронили, значит, у него есть шансы, и бил, не глядя, надеясь на авось, что вот на лаки панч такое своеобразное. Ой, я нашла синоним впервые за три года на русском языке. Надеяться на авось, то же самое, что лаки панч. Так, надеялся на это, или же все-таки это была вот такая техника, как вы это с тренером назвали, сушка боя? Честно скажу, просмотрев много боев Тиграна, да, это мы не берем даже кулачку. Берем любительский бокс. Я, ну как бы, ребят у меня много знакомых, которые с ним там с одного региона, и так, знаешь, где-то ненароком скидывали. У него, в принципе, есть проблема с высокими ребятами, с попаданием именно точно. Он достойный мастер спорта, вопросов ноль. Но с высокими работать, это, знаешь, надо их наоборот опускать. То есть ударами с живота начинать, заканчивая там какими-нибудь апперкотами, чтобы я поднял голову, и там уже и зарядить сильный удар акцентированный. Просто связано действительно с неудобством в плане габаритов. То есть я высокий, да, там, метр девяносто пять, и то. Тигран говорил, что он попадет по мне. Ну, то есть мы где-то, знаешь, на стартдаун подходим. Он говорит, я попаду. Я говорю, проблем нет. А мы с ним ржали. Я говорю, ты отрабатываешь удары в прыжке? И, кстати, ты же заметила, что там этих ударов в прыжке уйма было. То есть, ну, опять же, эти удары видно было. Вопрос в другом. Как я реагировал на эти удары? Где я мог встречными попаданиями, да, развить это все? Я этого не делал. По какой причине, я не понимаю, конечно, сам себя. Ну, сам от себя, условно, да, в шоке. Но когда я уже понял, что можно и так отработать, то есть там попадание снизу и попадание по животу, я понимал уже, что бой я могу забрать даже, ну, условно, да, с его скоростями. Но я не считаю, да, что там было каким-то великим укушением моя скорость. Почему ты не смог его вырубить? Да потому что он опытный боец. Он... Ну, подожди, ты сейчас принижаешь всех тех, с кем ты дрался до этого. Смотри, я тебе объясню. Многие считают, что мой передний джеб, да, назовем, ну, с передней руки, он такой гладящий, знаешь, от чего там все остальные падают, а я не упаду. Тигран изначально знал, что у меня сильный удар. И тут знаешь, как работает? У нас мозг так сформирован, когда ты недооцениваешь силу удара соперника, да, ну, если боксерскую тему брать, недооцениваешь, тебя удар вот, ну, вот такой вот, он тебя тряханет. Угу, мне рассказывали про это, да. А если ты знаешь и видишь этот удар, он по тебе попадает, ты уже к нему готов, мозг готов. Да, когда ты знаешь четко, что у пацана сильный удар, что он тебя тряхануть может так, что ты присядешь на жопу, у тебя амортизация при этих ударах именно, да, головы, она, ну, немножко иная. То есть, почему я, как бы, да, мне попадут, ну, за всю мою карьеру, там, боксерскую, да, любительскую, по мне очень много попадали вопросов, но, то есть, ну, как бы, знаешь, я не без поражений, я не непобедимый, там, и так далее. Когда по мне попадают, я заведомо знаю, что удары сильные. Ни у одного бойца не может быть поставленный удар не сильным. Поэтому Тигран знал, Тигран прекрасно понимал, что я сильно бью, и у него просто уже, ну, амортизировались вот эти все удары именно. У него огромная работа, он проделал огромную работу, он красавец. Это единственное, что для, так скажу, знаешь, что он при поражении получил больше, чем я от победы. Вот так. Ну, будем по чесноку, да, говорить. Смотри, Кимчи сказал, что некоторые раунды забрал Тигран. Ты что об этом думаешь? Что абсолютно все раунды ты вытащил, ты выиграл, должно быть абсолютно точно единогласное решение и так далее. Или же ты все-таки понимаешь, что некоторые раунды ты ему отдал? Если да, то какие? Мне интересно просто, какие, ну, ты говоришь во множественном числе, то есть некоторые, да? То есть их несколько, а то есть два по факту. Ну, если считать по бою, да, иначе была бы победа Тиграна. То есть три-два. Не знаю, как он насчитал три-два. Ну, да ладно, допустим. Давай сейчас, чтобы потом Кимчи мне не обиделся. Я не помню точно, сказал он, ну, по-моему, все-таки. Три-два. Не, просто сейчас бытует мнение во многих соцсетях, да, и пабликах, что три-два, там, ну, именно три-два. Но, ребят, я вам объясню. Первый раунд был с нашей стороны больше пристрелочный. То есть проверить, что Тигран будет делать, что он может, первый раунд я проиграл. Ну, будем откровенны. То есть я это понимал, после подхода к тренеру, я еще посмотрел вот так на руку, до сих пор сечка каким-то образом на моей руке. От зуба? Нет, в лоб попал, я прям помню этот удар после чего, знаешь, ну, я понял, что у меня рука втухла. Первый раунд, я подхожу, смотрю на руку, смотрю на тренера, говорю, так, в целом понял, надо начинать. Все, и второй раунд, начиная со второго раунда, какими бы там попадания не были, да, где меня отбрасывают, там, и то, и все, просто неустойчивое положение на ногах для меня как больше. И попадание куда-то вот, у меня шея до сих пор болит, реально. У меня просто вся шея. Татуха не стерлась, нормально. Не стерлась, нормально. Шея, то есть, да, вот эти вот части, вот эти, они у меня все болят. Ну, уж сейчас поменьше, но говорю, вчера я вот так вот еще ходил. На синяков? На все, на мне все, на собаке заживает. Эш, пес. На лице у меня, по-моему, только на брови была осечка, и этот удар я тоже помню, когда он такой, знаешь, больше как уже, нет, в клинче он был такой, знаешь, ну, прям такой коротенький, хороший удар, плотненький. Остальные раунды даже, не знаю, может быть, кто-то отдаст авансам пятый раунд Тиграну, но в пятом даже раунде не было вообще никаких таких прям акцентированных попаданий. Да, что-то было, знаешь, попытки зарубиться, еще плюс бросок. Вот это, кстати, вообще, я была в шоке. Ну, знаешь, кто-то бы снял балл за это, но я не считаю нужным. Ну, это вот чисто моя мерка, да, Тигран эмоционировал, я эмоционировал, вопросов ноль, у меня к Тиграну никаких претензий, за это даже бросок нет. У них там, я помню, какие-то были претензии касаемо ударов по затылку, удары были по затылку обоюдными, и то, даже, я не помню второй, по-моему, раунд, если я не ошибаюсь, когда мне сделали замечание, я даже повтор смотрел. То есть, там удар был, знаешь, он уже вот здесь, и вместо того, чтобы ударить в затылок, он получился скользящим, но в висок. То есть, в затылок там удара не было. Тигран, конечно, тоже, ну, показал, что я вроде как и в затылок ударил, но я перед ним тоже извинился, если он там и был удар. Не специально. Ну да, то есть, это как бы момент боя. Вот. Первый раунд я проиграл, второй на тоненьком, на тоненьком, но выиграл. Третий абсолютно выиграл, четвертый выиграл, перетыкал, и пятый, ну, там моментами даже было понятно, что, да, где-то он заряжался, где-то он бросался, кидался, но там не было возможного тех самых встречных атак, да, и где-то я просто перекрывался корпусом, ну, технически, да, действия проявлял свои именно в плане защиты. Пятый раунд тоже выиграл. Может быть, тоже там условно возьмем, давайте, на тоненьком. Но даже, опять же, да, я скажу авансом, мы дадим пятый раунд Тиграну, 3-2 счет. Но, как бы, тут, знаешь, многие моменты, я обговорил с профессиональными боксерами, а их у меня в окружении не очень много, и даже, извините меня, конечно, братья-армяне, но у меня даже половина армян, которые мне писали, мне на меня написали, при всем уважении к Тиграну, что он мой земляк, победа, говорят, безоговорочно твоя, а то и единогласным решением. Опять же, мы не можем утверждать, что решение было действительно разноклассием судей. Мы не посмотрели записки, мы знали факт победы, и если бы ушла в другую сторону победы, мы бы немножко иначе все говорили, да, ну, как бы, я так скажу, если бы я проиграл, прям действительно проиграл, я бы признал, я умею признавать поражение. Ну, как произошло, это, да, условно, там, с, возьмем бокс, мой выставочный бой с Шером, я еще даже на конференции об этом сказал, давайте будем честны, бой я проиграл. То, что отдали ничью, отдали мне аванс. Ну, это выставочный бой, как бы, никуда он там, знаешь, в реки не идет. Врага не идет. Да. Признавать поражение умею, признавать победы я тоже умею. Признавать трудные победы я тоже умею, это была тяжелая победа для меня. Тяжелая в плане ментально и все, что происходило после боя. И, конечно, ну, как сказать, у меня, помимо, да, вот этой победы, у меня есть главная победа, победа в жизни. То есть, да, я теперь официально семейник. Если, ну, например, ребеночек, мальчик или девочка, то без разницы скажешь, что хочу стать бойцом, что скажешь, гоу. Ну, честно скажу, вот, кто бы меня, да, там, кимдауном не назвал, ну, типа, ты же спортсмен, ты, там, условно, боец. Своего ребенка научу драться. Ну, научу академическому красивому боксу, да, хорошему. Да. Но в соревновательный какой-то, да, его. А это все бойцы так говорят? Ну, я просто объясню свои, знаешь, позиции. Что, типа, бойцом профессиональным местами? Я хочу сделать все так, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Почему я в боксе? Почему я в профессиональном спорте? Потому что я видел, что моя мама, ну, люблю ее всем сердцем, моя мама очень, знаешь, убивалась на работе, убивалась, вот, знаешь, постоянно сутки дома, сутки на работе, то есть, ну, сутки через сутки работала. Иногда бывало, там, сутки через двое она дома только. Вот. И поэтому я понимал, что мне нужно содержать свою семью. То есть, да, как бы, понятно, у меня мама сейчас занимается бизнесом своим, то есть, массажный слон, там, слон, это шалфа. Вот. Но изначально тогда еще было понимание, что какую-то копейку я должен приносить домой. Плюс еще сейчас я создал уже свою ячейку общества и, конечно, я буду зарабатывать всеми способами, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Кем мой ребенок потом станет, там, условно, да, инженером и так далее и тому подобное. Может быть, и доча, там, да, если это будет доча. Захочет, там, и в медицину пойти, да, там, по стопам моей мамы. Захочет, может быть, моделью какой-нибудь быть, ну, потому что я высокий. Да, в оба ДЛДП. Да, спасибо. Нет. Вот, как бы, я высокий, да, и супруга тоже высокая. И поэтому модель, ну, в принципе, возможно. Но никогда я его не отдам именно, знаешь, кому-то, чтобы они убивали у него желание действительно заниматься чем-либо. Потому как у меня в моменте убили. Единственная моя мотивация была доказать маме, что я не лох. Знаешь, ну, там где-то. Я хочу бросить бокс. Лошара. Ну, то есть, у меня такое отношение и позиция мамы, что если ты бросаешь спорт, значит, ты, ну, как большинство, там, нареки, бухарики и так далее. Я пытался доказать маме просто, что я, ну, не лошара, я действительно в спорте могу добиться чего-либо. Вот. Ну и как бы, да, понятно, это немножко, возможно, не те достижения, которых, о которых я грезил, да, там, в любительском спорте у меня были и олимпийские какие-то надежды. Но вот как вышло, как получилось. И я думаю, мама мною гордится. И, в принципе, гордятся все мои близкие люди. Ну что, ребят, сегодня мы продолжаем скандалы, интриги, расследования рассказать все, что скрыто. И сегодня мы продолжаем разговор непосредственно о финале гран-при третьего сезона и боя Дании с Тиграном. Сегодня у нас в гостях, да нет, сегодня мы в гостях в United Russian Fighters и у тренера Игоря Какойва, который как раз-таки готовил Тиграна. Вот только что Игорь меня уже поругал, что все четыре боя, я говорила, что, ну, держись, Тигран дальше не пройдет. А вот он, как всех удивил, дошел до финала и даже показал очень хороший бой в финале. Игорь, твое мнение, подготовку Тигран прошел на максимум или он мог показать еще более крутой бой? Что касается подготовки, там, не учитывая каких-то бытовых моментов, что касается лагеря, плана, дисциплины, Тигран все сделал от А до Я на максимум. Мы полгода работали, полгода тренировались. Четвертый бой нам говорят, что мы проиграем. А кто, а кто говорил? Да, да, да. Поэтому, я думаю, он все показал в бою. А люди, которые пишут, что он там бегал, это что за бой. Ну, это, наверное, недалекий человек, когда человек не понимает разницу в весе 15 килограмм и 20 сантиметров в росте. Ну, с таким человеком нельзя в центре ринга стоять. А что они хотели? Чтобы он, что в салф-центре и с ним начал рубиться. По поводу самого боя, ну, вообще-то, сам Даня после боя сказал, что мы здесь два чемпиона. Я не знаю, радоваться этой победе или нет. Это я цитирую его слова. А если уж там его тренерский штаб такие профессионалы, то, наверное, надо было вначале сказать, что бандаж должен быть ниже пупка, а не вот отсюда его надевать, как доспехи, и так выходить, учитывая при такой антропометрии. Да, мне кажется, это надо было Тиграну так надевать. По поводу боя Тигран много мазал, мы пересматривали бой, вопросов нету, да. Но Данил сделал один акцентированный удар задней рукой по животу. На этом все. Больше задней рукой он не работал. И в начале раунда ударил первый раз задней рукой Тиграну в защиту. Вся его работа заключалась просто в джебах. Слушай, ну насчет веса, когда мы сейчас с Даней общались, он сказал, так как у него сильно вес начал уходить, и он продолжал уходить, 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 то в день боя он взвешивался, у него был вес 81. У Тиграна было сколько? 77, по-моему, он в... Тигран был на весах 75, просто Тиграна попросили лезть в вещах. И поэтому он показал такой вес. А то, что Даня рассказывает, что он был 81, но эти истории он может оставить. Человек, который на весах взвешивания не бывает 85, а потом он хочет сказать, что на следующий день еще 4 килограмма скинул. Люди болеют, так не скидывают вес. Ну, это уже такие, да, у него истории какие-то, я не знаю. Он молодой парень, достаточно воспитанным, я его считаю. У него есть какие-то высказывания там в сторону ЮРФ, там флаг им в руки. Но мы сегодня пообщаемся на конференции, и я хочу ему задать вопрос, кому он хотел дать флаг и в какие руки. Смотри, как думаешь, поведение Анатолия после того, как завершился ваш бой? Даже для меня это было немножечко, ну, неожиданно. Вот твое, как тренерское, что ты об этом думаешь? Серьезно ли он думал, что Тигран победил, поэтому он стоял за поясом? Или здесь была какая-то подноготная? Честно, на это я не обращал внимания, честно скажу. Ну, вот по поводу судейства я и говорил, и еще раз скажу. И я не считаю Сидорина независимым рефери. Он работник хардкора, он там ведущий, рингоносец, я не знаю, там, всем работает, я не знаю, везде. Но как он может быть независимый эксперт, когда глава лиги изначально помечает человека, называя его бриллиант хардкора. Про Даню, да? Да, это бриллиант хардкора. Ну, это человек на подсознательном уровне будет, да, как бы, это же психология тоже. То есть Даня на 10 лет контракт с хардкором. Я знаю, что Толя оплачивает ему и квартиру, и все, все это за него делает Анатолий. Поэтому, когда такой близкий бой, потом уже ты хочешь, не хочешь, ты вспоминаешь такие моменты, когда его называют бриллиант хардкора, там, фаворит номер один, пять нокаутов в первом раунде. И тут мы показываем близкий бой, я не утверждаю, что там Тигран, мы пересмотрели бой там как-то. Но послушайте, этот парень работал по геймплану. То есть вы согласны, что акцентированных попаданий Тигран сделал больше? Жестких акцентированных попаданий Тигран сделал больше. Знаешь, команда еще Дани сказала о том, что вы сушили этот бой. Паш, как, помнишь, говорил тренер, сушили они бой, когда мы писали? Типа, чтобы, по-моему, сушка на этом называется. Вот если его тренер говорит, что он профессионал, то он знает, что такое антропометрия и такая разница в весе и в росте. Он что хотел? Чтобы мы встали в центр ринга и с ним рубились? С человеком, который с такой антропометрией, который в 93 будет драться, а он в 70? Смотри, вот прям по раундам. Как думаешь, какой раунд забрал, какие раунды точнее? Первый 100% забрал Тигран и пятый 100% забрал Тигран. Вот какой уверенно Даня забрал раунд? По мне, это четвертый и второй. Вот, наверное, третий такой спорный был раунд. Третий или второй? Я вот между ними делал. Но первый раунд 100% забрали. И пятый раунд вот для меня забрал Тигран. В первом раунде Даня был в шоке, потому что я помню, когда первые удары нанес Тигран и просто взгляд Дани о том, что что, по мне попали, я как это... И он действительно был потерян. Поэтому с первым раундом я абсолютно точно соглашусь. Расскажи про историю с апелляцией. Что там по итогу? Вы не можете подать и какой раз говорят, что это можно будет сделать, а потом этого не происходит. Третий. Вы с Толей обсуждали это? Почему он обещает, если это нельзя? Вот сегодня мы идем на конференцию, и мне просто интересно. Я сам хочу услышать. Конференция выйдет на следующей неделе, Ребен? Мы уже обсуждали этот момент. Это было с Гаджи, это было с Джуарианом, это было там с ребятами, кто подавали еще апелляции. Апелляция в России судейство на свои решения не принимает. Это вот я всем говорю, кто там на будущее захочет подать апелляцию. Не принимают. Ты можешь подать апелляцию на хронометриста и на нарушение правил там в ринге, где-то нокдауни засчитали. У нас тоже есть моменты, что сказать. Даня акцентированно бьет человека в затылок в первом раунде. Вот Тигран проваливается, и он вот так сзади наносит удар. Мне пишут, да он не попал. Разницы нет, он бьет со спины. У Дани тоже были... Ему делают замечания. Ему делают замечания. Второй раз он бьет Тиграна, и Тигран ему тут же отвечает. Оба ударили по затылку. Рефери делает замечания. Так вот регламент бокса говорит так. Если спортсмену нанесли удар головой, рефери должен незамедлительно снять балл. А если спортсмену нанесли несколько ударов в затылок, и при этом он может продолжать бой, не нанеся ему травму, не нанеся травму спортсмену, который потом может продолжать бой, рефери должен снять балл. Несколько это два? Несколько это два или я что-то не понимаю? А он ударил три раза. Но у Дани тоже были шишки на затылке? Но мы ударили один раз. Но там больше шишек было. Он мне дал просто потрогать Игоря. Я бы не стала сейчас его защищать, но он прям... Это знаете такая история, то что он там дал потрогать, то что он там высказывался. Это я с ним вообще обсужу. Мы посмотрим там, что он давал потрогать и какие у него шишки. Я смотрел бой, он может со мной вместе пересмотреть бой. Мы сегодня как раз вот нам пообещали, что мы на большом экране будем пересматривать бой. В это обещание веришь? Я в обещание не верю вообще. Поэтому... Ну смотри, какой по-твоему справедливый итог может быть у этой ситуации? Две хаты или два миллиона? Нет, я не хочу никакой справедливой. Я выиграл Дани, его вечер. Все, вопрос закрыт. Мы пересмотрели бой там. Где-то сейчас... Я просто знаю, как это все делается и как это все играется. Послушайте, сейчас они начнут с нами бой смотреть, делать внимание на джеб или там кто-то говорит, он взял инициативу и весел. Встать в центре это не инициатива. Инициатива это когда ты давишь и постоянно бьешь, постоянно разбиваешь соперника. Это называется инициатива. А когда человек ходит, а другой уходит, да, это работа вторым номером. Да? Но нам по-другому нельзя было. Ну как работать с человеком, у которого такая разница в весе? Мы не можем с ним идти в открытую битву. И это Даня одел на себя доспехи. Я тоже мог так высказываться. Я сейчас высказываюсь, потому что он достаточно некрасиво высказался за нас у Ким Чи. Но мы сегодня с ним об этом обсудим. Но, кстати, обзор Ким Чи. Ким Чи отчитывал все. Ты смотрел выпуск? Я с ними тоже переписывался, да, потому что он 3-2 дал по раундам. Я, возможно, прав. Да, возможно. Пересматривая бой, там видно, что мы где-то не попадаем. Возможно, прав. Никто об этом ничего не говорит. Но когда вы так... Это же все эмоции. Бой закончился, вы нам даете обещание, апелляция. Не вы, я... Не, я вообще говорю, хардкор дает обещание апелляции. Я говорю, ее не будет. Я в ринге говорю, ее не будет. Апелляцию не примут. И мне говорят, не, примут, примут. Сейчас примут. Ну, мне надо было вытащить микрофон и там как дурачок на всю арену кричать. Да, и с меня вообще какого-то неадекватного сделали, понимаете? Мне что больше стало неприятно, это что после боя Даня... Я просто верю, что он это сделал в силу, наверное, молодости. Эмоций. Эмоций, да. Потому что я уверен, сейчас я к нему подойду, и такой разговор уже не сложится. Он нам флаг в руки не пообещает. Сейчас у нас там будет команда «Йорев», мы едем. Сейчас вот к нему подойдут ребята. Я спрошу, вот, кому конкретно вот ты говоришь таки. То есть ты в ринге говоришь, мы два чемпиона, выходишь с ринга и говоришь, я чемпион. Посмотрите на мое лицо и на него. Чего ты в ринге не говорил? Я же не говорю, что ты динозавр после боя рассыпался там, что тебя там собирали потом. Вот много, кстати, было комментариев, что итог боя это то, что Тигран твердо уверенно стоит на ногах, что у него все отлично, а что Бридов упал. Как думаешь, из-за чего Даня мог потерять сознание, отключиться причем на ногах? Да, если честно, это тоже, да, сейчас там что-то говорит, да, там Тигран в него так бил, что, ну, просто у человека могли там эмоции, да, может где-то нехватка чего-то. Это такое, я просто как тренер… Капец он справедливый. Я просто как тренер, ну, я типа знаю, что бывает у спортсменов. Какой-то сбой там, где-то недокушал, где-то может какое-то самочувствие там, какие-то эмоции выхватил. Да, что-то зашатало пацана. Но мы об этом не говорим. Понимаете, я всегда… Я в ринге, когда там было, и наши пацаны залетели и начали Дане там что-то говорить, я сказал Энни, подходите к нему, он ни при чем. Он просто спортсмен. И его тренер мне сказал то же самое после боя. И мы с ним на уважении пообщались. Да, я не думаю, что его тренер что-то там за нас там высказывался, как-то неуважительно. Поэтому у меня большое уважение к их команде, к их команде, к их работе. Молодец, выиграл бой твой вечер. Что я ему так и сказал? Я его обнял. А потом он выходит и говорит, флаг им в руки. Старше его на 12 лет. И у нас команда, не знаю, даже Тигран его старше на 11 лет. Хорошо выглядит Тигран. Старше на 11 лет. Ну, то есть, ты не собираешься давить на то, что все-таки это была наша победа. Ты готов это признать? Нет, конечно. Я готов обсудить бой. Я хочу просто обсудить бой. Сейчас там сказали, будут независимые эксперты. Я хочу просто с ними обсудить бой и понять, как это работает. А своего независимого эксперта ты не хотел привести? А кого ты приведешь? У тебя нет знакомых, которые могли бы это сделать? Они все там. Они все с федерации бокса. Всех забрали. Вы понимаете, ну, когда вот я созваниваюсь там, и мне говорят, мы часть большой системы. И это система букмекерская контора. Да, ну что, не знаю. Я ничего не оправдываю. Да, да. Вышли, подрались, да. Мы показали хороший бой. Там люди пишут, вот там, Тигран. Эй, Тигран четыре боя писали, что проиграет. Ты сама об этом говорила. Он меньший, самый маленький участник гран-при. Он выходит в финал и дерется с человеком, который пять боев проводит за одну минуту, пять раундов. Похожая же, кстати, была история в первом сезоне у Наврузова с Калмуковым. У них тоже разница в весе была большая. Но не настолько. Ну, то, что он там рассказывает, я был в день боя 81 кг. Ну, это молодость, да. Это я просто это скидываю на молодость. Это что? Что мне сейчас с него там что-то спрашивать? Сказал, сказал, да. Пусть будет. Если бы вам предложили реваншироваться. Нет. Ты бы дал добро. Нет, конечно. Нам там предлагают. Да как я должен дать добро с этим динозавром? Как он должен с ним драться? Он 70 кг человек дерется. Как мне... Это было бы справедливо. Это мое мнение. Вот если бы я был там, например, как-то решал вопрос, я бы сказал, Даня, чтобы в день боя ты был 84. Вот в день боя ты должен быть 84. Это еще куда не шло. Ну, то, что он говорит, он был 81, то есть на весах ты показываешь 85, на следующий день идешь драться, и четверка слетела. Люди ковидом болеют, 4 кг они скидывают. Ну, это что за история? Да, просто молодой. Я считаю, молодой какие-то оправдания ищет этому всему, да, то, что там в него не поверили, там то, что он... Ну, все думали, что это все 30-секундная история. Да, нам писали, что неинтересно. Я думала про нокаут, но не в первом раунде, а во втором. Нам писали, вот мне писали, это неинтересно. Знаете, это вот так. И люди все равно, если находятся злые люди, которые пишут, да что Тигран там бегал? Эй, дурачок. Выйди сам. Дурачок, который сидит на диване там и пряники кушает, чебурек. Это не бегать. Это, ну, это тактика на бой, потому что по-другому нельзя, когда такая разница в весе. Ну... Какие сейчас ближайшие у тебя планы у тренера, как у тренера на Тиграна? Как думаешь, через сколько он сможет драться? Да мы готовы три месяца, и мы готовы, нам предложили... Мы первый номер рейтинга сейчас. Мы хотим драться за пояс, по-другому мы не хотим драться. Ну, я думаю, что спокойно там это все можно будет сделать. Учитывая то, что мы видели на стабионе... За пояс и... Я думаю, что пока... И еще вопрос, да, там, гонораров, да, то есть... Этот человек провел пять боев, и там... Я не буду сейчас озвучивать гонорары, которые платят... 20 плюс 20. Да. Да. Понимаете? Нет, сейчас же он уже выбыл из гран-при, поэтому... Сейчас уже будет обсуждение и подписание, я думаю, других контрактов. Нам тоже скинули один контракт, от которого мы отказались, это так, если чисто... Уже был, да? Да, одно предложение. Но это... Это... Это не смешно. Это грустно. Нужно торговаться, Игорь. Мы не хотим торговаться. Мы не хотим торговаться, потому что Толя говорил об этом сам. Я могу это напомнить. Он говорил, все финалисты гран-при будут драться от шестизначной цифры. Это были его слова. Из-за пояс. От ляма? Ну, если он... Не знаю. Может, пять. Но не верю. Да. Наверное, от ляма. Угу. Это то, что говорил сам Анатолий. Вот это то, что он говорил. Нет, подожди, шестью нулями или шестизначные? Шести нулями, да. Шести нулями, да. А. Тогда от ляма получается, да. Ну, нормально. Нет, ну, может торгуетесь, не знаю. Будем надеяться на лучшее, потому что... Я на данный момент вообще не вижу какой-либо серьезной конкуренции в весовой Тиграна после того, что мы увидели. Я думаю, что он в легкую сможет забрать этот пояс. Ну, сейчас пояс у Наврузова. Я считаю, Эмилия Наврузова достаточно... Он хороший спортсмен, неплохо. Посмотрите, как он себя показал. Я не спорю. Но... Чук-чук. Эмилия Наврузов, мне кажется, что... Ну, с Тигром чуть-чуть будет, да, посложнее, чем с Томатом. Это мое мнение. Я не принижаю его работу, но он хорошо работает. Мне он нравится, как работает. Во-первых, он смелый. Он такой, постоянно идет, работает, хорошие ноги, чулнок. То есть, если даже сейчас у нас с ним будет бой, у нас не будет такого. Все, сейчас 70 килограмм всех крушить. Не, не. Такую же работу, так же дисциплина, так же план, так же каждый день, два раза в день. Все. Ну, и он ментально подрос. У него давно уже, насколько я знаю, нет никаких конфликтов. Он действительно действует просто как спортсмен, и все хорошо. Поэтому... Ну, ментально мы тоже подросли после таких боев, когда в тебя никто не верит. Да. Мы тоже подросли. Поэтому... Ну, дай бог, чтобы все получилось. Дай бог, чтобы все получилось. Я искренне надеюсь, что сегодня конференция обойдется без драки по ножовщинам. Да не, никакой. Мы же взрослые люди, воспитанные люди, да. Просто чуть-чуть там где-то нас какие-то моменты... Сейчас по 100 лет достает, так и нам воспитанные взрослые люди. Просто нас в каких-то моментах чуть укусили. Особенно, когда это кусает молодой парень, который проявляет так уважение, но... Я думаю, что сегодня Даня извинится, и все будет в порядке. Я посмотрим, я надеюсь, что... Да, он воспитанный парень, я всегда это говорил. И я как бы во всех интервью со всей душой как бы говорил, да, молодец его вечер. Кстати, вот вопрос к тебе. Он сказал, что он хочет подраться за все три пояса. 84, 93 и 93+. 93+. 93+. Да, он тоже хочет подраться. Ну это горячка, нет, это горячка. Вот расскажи. 93 тоже горячка. Ты думаешь... Он слишком молодой, понимаете, ему надо обкататься. То есть кого... Ребята, с которыми он дрался... Вот Тигран был мастеровитый парень, да. Но у него просто антропометрия не та. Там он дрался с пацанами. Ну, у них нет таких, понимаете... Вот там 93 сейчас чемпион... Ананин, да, Байкал. Он опытный тип, он уже обкатанный в кулачки. То, что вот он провел эти пять боев, он не обкатался, да. Просто ему нужно укрепить... Это мое мнение. Ему нужно чуть-чуть укрепиться ментально. У него не было битвы, понимаете. Вот если бы такую битву дал тяжелый человек, вот такие попадания бы попадал человек в его весе... Рухнул бы. Ну, я не знаю, я не знаю. Хорошо, если вот, например, через год... Ну, то есть он будет проводить бои и так далее, у них будет бой с Асланом по боксу. Да нет, вы чего говорите? Нету шансов? Да нет, вообще... Год? Нет. А как думаешь, сколько нужно? Я не говорю, знаете, я уже в этом спорте как бы все навидался. Я не могу сказать, что у него нету шансов через год. Но я просто в это не верю. Если еще он Соса выиграет через год, то я такой, типа, ну... Ну, уже не знаю тогда. Наверное, это спорт, все бывает. Но что сейчас в такой форме, так ментально укрепленный, на таком подъеме, что, мне кажется, сейчас там к нему подбираться вот здесь, в России... Бесполезняк? Вообще. Ну, вот в этой индустрии сто процентов. Ну ладно, не буду. Вот в индустрии, вот там, не хочу называть поп-эмэмад, а вот таких лиг там, ну, я думаю, нет. Пока что нет. Кто может представить, ну, достаточно проходной бой Бридову? Ну, вот из трех категорий. То есть это Калмуков, Ананин, Калмуков, 93 у нас идет Ананин и 93 Плюс у нас Слащинина. Ну, вот что будет он делать со Слащининой? Ну, вы видели этого человека? С Слащининой? Да, я даже сама улетала к нему, конечно. Что он будет с ним делать? Я не знаю. Так, ну хорошо, если 90-90 Плюс, нет, 84 с Калмуковым, как ты думаешь? Я не верю. Что он выиграет с Калмуковым, сейчас нет. Ну, там есть шансы, потому что он антропометрически больше, он генетически большой парень, он еще молодой, он будет расти, набирать вес. Это он такой. До 25 же, да, растут мужчины? Ну, мне тоже так говорили, что это не пошло. В девятом классе такое было. У меня не пошло до 25. Поэтому не знаю. Ну, просто у Калмукова сейчас вот эти два поражения, может, на нем как-то они чуть сказали. Сейчас все верят в то, что типа он не держит удар, но он восстановился. Восстановился, надеюсь. Сейчас показал хороший бой. Уверенно, уверенно. Перед этим я бой его не смотрел, но вот этот бой вообще... Кстати, когда Амхат приехал в зал, ты же смотрел на него. Ты видел, что он сделал какой-то левел-ап за эти два года, что он вырос, нет? Я сразу сказал, если ему так Амхат будет работать, очень тяжело ему будет с Калмыковым работать на ногах, пытаться с ним вот так его выдернуть. Нет. Нет, 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 нет. А еще, когда Амхат начал идти назад, то это... Если Калмыков почувствует вот эту работу, и ты пойдешь назад, все. Его очень тяжело. Во-первых, он очень чувствительный. Очень чувствительный. Поэтому его нужно или давить, или вот так с ним не получится работать. Это мое мнение. В общем, у Дани тогда какие ближайшие? Вот мы уже поняли, что Тигран будет сражаться за пояс. А у Дани? Ну, наверное, за пояс. Тоже? Ну, я не знаю. Как думаешь, с какой весовой он начнет? Ну, если он говорит, что он 81, ну пусть 84 начинается. Хорошо. Мы посмотрим. Тебе спасибо огромное разъяснение. Будет интересно посмотреть еще и конференцию, которая выйдет на следующей неделе на канале Hardcore Fighting Championship. Давно я им рекламу не делаю, ну ладно, сделаю. Смотрите конференцию, я даже сама ее посмотрю, мне тоже будет интересно. Ну и тебе как тренеру огромный респект. Вам спасибо. Во-первых, спасибо, что ты не ругаешься на меня в серии. Вот зачем ты вот это вот говорил, что он не выиграет. Потому что такие прогрессы, как мы видим с бойцами ЮРФ, это все, конечно, благодаря тебе. Спасибо большое, спасибо вам большое за твои слова. Ну, а мы идем разбираться непосредственно с нашей звездой, которая еще и опоздала. Так, где там палка моя? Ну что, сегодня у нас достаточно серьезная тема для разговора. Очень серьезная. Сосредоточим. Да. Представьтесь для наших зрителей, расскажите, кем вы приходите в Дании. Меня зовут Эльдор Рейсин, я тренер по боксу, тренер-преподаватель профессиональных спортсменов, тренер Данила Бридова. Сколько вы с ним работаете? Три месяца где-то, да? Ну, с июля можно. С июля, да. Три месяца где-то, в целом. Ну, цикл. Ну, там пока отъезды на сборы. Крепкий парень, ты или так себя? Данил, да, хорошо. Нормальный, да? Хороший, крепкий боец. Молодой еще, которому нужно взраститься, нужно набрать опыт и поменять весовую категорию. Весовую категорию какую? 7-7? Нет, весовой категории 92 и выше. Нужно подниматься. То есть, так как понимание, если кто-то тренер или бойцы меня слушают, то организм спортсмена растет до 25 лет. Особенно, когда человек молодой там 20-21 год и гоняет там по 8 килограмм, по 6. Это негативно отражается на здоровье, прежде всего на суставах. Вообще, в принципе, на форме и как таковой боец не растет, он регрессирует, он лучшее от себя. Ну, что я хочу сказать. Как человек, который видел, в принципе, становление Дани в Лиге Хардкор с самого начала, в этом бою это был не он. Либо это смотрелось так, потому что Даня в каждом бою был супер выигрышный, да, там нокаут и так далее. Но в этом бою мнение разделилось, причем, мне кажется, что мнение 60%, что выиграл Тигран, и 40% мнение аудитории, что выиграл Даня. Что с ним было? Я слышала что-то про плохую висогонку, переборщили или наоборот. Ну, это как фактор, один из составляющих, но здесь дело и не висогонки, в самой, в принципе. То есть, а я вам объясню, что значит бою, то есть, вот кто, вот как аудитория, вы говорите, да, большинство из аудитории любителей спорта, они смотрят его, они наблюдают, они сами никогда не были, не находились ни в октагоне, ни в ринге, не одевали перчатки, то есть не знают, что такое минута вообще в ринге. Поэтому, то есть, ну, оценочные суждения аудитории, которые присутствуют, я всех уважаю, любителей спорта, но я не могу взять во внимание оценочные суждения аудитории, это первое. Второе, все бои, которые до этого проводил Даня и нынешний бой, они отличаются, и я его предупреждал об этом, что они будут отличаться. Чем они отличаются? Тем, что в предыдущих боях, во-первых, у Дани были более крупные соперники, более тяжелые, во-вторых, они хотели забрать победу путем технических, тактических действий и своего нынешнего мастерства, имеющего на тот момент у них. И как могло у них на тот момент, так это получалось. В данном случае я сказал так при подготовке Данио, при всем уважении команде соперника к Тиграну, это хороший, достойный спортсмен, это не его весовая категория. И если они адекватные, то они не пойдут вперед вообще, потому что, скажем так, у него нет средств выиграть, если он пойдет вперед и начнет наносить какие-то раздергивающие действия, технико-тактические вывести, начать атаку через корпус на голову, подобраться, отработать в средней дистанции, ударить. Вы хоть один эпизод такой в бою видели с ним? Нет, я видел, что я называю, я не завожусь и спокойно говорю, это так, как я сам спортсмен в прошлом под 300 боев провел и имею опыт на высоком уровне спортсменов и конкурировал с хорошими ребятами. И скажу так, что если парень хочет засухарить бой и, скажем так, выжить в этом бою, то он будет именно вести бой так. То есть уходить и пытаться взорваться неожиданно, я называю это, есть взрывы подготовленные, это подготовленная атака, ты вывел, вытянул на позицию, провел удар, в ударной дистанции достал, защитился, это технические элементы действия. А есть, я это называю обычно, никто обычно на меня не бежит, индейские наскоки. То есть человек бежит, бежит и как, наскочит и вот бьет по площадям, абсолютно он не выбирает, куда он бьет. Он не смотрит позицию, которую он находит, он не видит, где его голова, где его ноги, то есть, соответственно, все это получается размазано, коряво, вы видели техничные какие-то подготовленные атаки, давайте сухо смотреть на бой. Я не видел, если люди мне покажут подготовленные что-то там из действий, то как бы, может, я там что-то проглядел. Вот, со стороны Даниила, да, ему некомфортно, потому что соперник бежит, он не идет в бой, он не готовит ничего. Пытается в этом бою максимально провести время, максимально выжить, может быть, в надежде на то, что Даниил устанет. Как мы видели, Даниил не устал. Физически он готов, очень хорошо на самом деле дышал и готов физически. Дело в том, что неудобно, когда соперник более легкий, я просто сам знаю, и он тебя избегает, и сушит бой, то неудобно с таким работать. Условно, любого, можно, хорошего, мастеровитого спортсмена засухарить он будет выглядеть нелепо. Ну, если ты имеешь на это способы, и эти способы, как бы, да, путем грязи, неожиданных атак, опять же, атак неподготовленных, атак сбежения просто, выбросов, удара в сторону цели. Поэтому мы видим попадание предплечьями, попадание в грудь, попадание куда-то сюда, то есть мы не видим попаданий каких-то, где человек может ударить, развить, то есть где может человек ударить, уйти. То есть это вот обдуманное действие называется. Поэтому и есть это бой. Я вообще, в принципе, ну, приверженец, то есть, ну, бокса острого, на самом деле, да, на таком, достаточно такой острой дистанции, то есть, и поэтому знаю, как реагируют бойцы, когда им больно, и знаю, как они условно ведут себя в бою, когда человек умеет, именно имеет инструменты, имеет ими пользоваться и показать это в бою. Вот, тогда бой складывается очень, конечно, хорошо и красиво, но если, опять же, не засухарить. Потому что даже вот, ну, я, находясь в нынешней форме, условно могу засухарить 2-3 раунда, ну, как бы, опыта у меня достаточно, все, ударить могу где-то между этим. Вот и все, то есть, вот, ну, это факт. То есть, это не просто, это любой спортсмен понимает, а на высоком уровне, который дрался, знает, что такое, то есть, сухарить бой. Вот это. Я не особо вижу логику в ваших словах о том, что Тигран пытался засухарить бой, хотя, ладно, никакого не было. Вот смотрите, смотрите, что я поясняю, вот смотрите, то есть, пытаться выиграть, понимаете, пытаться выиграть, пытаться что-то сделать, то есть, а что мы делаем, мы двигаемся, то есть, в данном случае Даниил висит, он предлагает бы, он занимает центр. Были эпизоды, то есть, где он предлагал сам, предлагал, то есть, ну, атаки не начинались, атаки. Потому что, то есть, опять же, пойти в атаку с человеком, то это нужно готовить, я говорю, к этому инструменту, он парень хороший, хороший боец, но из другой весовой категории. И это сложно сделать с таким бойцом, поэтому нужно максимально выжить, я говорю, вот такая картинка боя, поэтому она у меня в голове была, в принципе, что как можно провести 5 раундов с ним, это вот только проведя вот так. Именно в движении, уходя от боя, в принципе, избегая боя и пытаясь попасть в лаки-панч, так называемый, но опять же, лаки-панч может быть подготовлен, но мост нет. То есть, вот выбросы в сторону цели, это как бы просто случайные, как бы, удары. Еще вы сказали о том, что у Дани не было боев с соперником такой же весовой. Мне кажется, что Шадрус, он весил тоже не 90, конечно, он где-то 77, наверное. Немножко о другом речь идет, именно, во-первых, в таких кондициях, как боксер, ну, у меня таких соперников реально не было, потому как Тигран и Юрки, и он... Да, 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 то есть, я говорю о том, что он для своей совы, он быстроватый, то есть, у Данила из другого дивизиона, в своем весе ему хватает скорости, ему хватает всего. То есть, здесь парень чуть-чуть побыстрее, и условно, принимая бой, встречный бой с Данилой, настоящий бой, он его просто не выдержит, так как он легкий спортсмен. Соответственно, он пытается применить ноги, применить движение какое-то, но это, я говорю, как человек подготовленный, что это, но не имеет плана действий какого-то развития, то есть, чтобы там принести ему какую-то победу. У нас, условно говоря, что обтирая спиной канаты, бой не выиграть, понимаете, да, то есть, что это значит? То есть, ну, не выиграть бой, нужно уметь работать, нужно выдернуть, нужно, то есть, развить успех, это должно не закончиться клинчем, это должно закончиться попаданием, выходом после попадания, как минимум. Хорошо, если данный бой просто был неудобен, Даня, оппонент и так далее, вот, например, поднимаемся мы в весовую категорию 93. Ну, и помимо этого, он, да, вы правильно задали вопрос по весу, он слишком отверстие отнесся к весу, слишком гиперответственно, так он за неделю весил 85 уже, вот, и я ему говорил о том, что, ну, не стоит, но он, говорит, вес как бы идет сам по себе легко, и просто, как бы, да, здесь я же говорю, я понимаю, что у парня организм растет, а он его держит в постоянном истощении, что показал бой, то есть, в конце боя, он не от упадки сил, да, там, в шок какой-то пришел, а просто истощение, то есть, он выдал энергию последнюю, энергия закончилась. Эмоции, адреналиновый фактор эмоциональный, что здесь вот, ну, шумиха, парень слышит, что бой там ровный, бой так сложился для публики, я еще раз говорю, потому что они привыкли, что выходят бойцы, и вот Данила раз и вырубает, а здесь парень пять раундов от него двигается, и для Тиграна это победа в бою, победа в бою, почему для него личная победа, понимаете, личная не победа в бою над Данилом, а для него личная победа, это то, что он продержался эти пять раундов и отработал, хотя он в четвертом устал, как мы видим, сильнее, сильнее, чем он его там держал, пытался там бросить в пятом раунде, то есть, ну, это, опять же, да, элементы, ну, это бой, я понимаю, ребят, боевое состояние, то есть, ну, ну, условно, это вот показатель, он для него, это победа, он продержался с ним пять раундов, то есть, он с ним проработал. Я бы не продержалась. Но, опять же, мы говорим о ударном виде спорта, то есть, все, как говорят, результат налицо, то есть, посмотрите, после боя Данила, что с его лицом, то есть, я не вижу, то есть, повреждений каких-то или что, и посмотрите на лицо Тиграна тогда, когда было обсуждать, да, что, что значит попадание и что это за попадание, то есть, мы видим, что точные попадания в области, в какие-то области, что это ударные зоны и так далее, то есть, ну, вот результат. Вот Даня, значит, поднимается, ну, не поднимается, а все равно худеет, загоняет он там сотки, насколько я знаю, значит, до 93 килограмм ваш прогноз на бой с Асланом Асбаром. А вот я прогнозы не люблю давать на бои, то есть, предварительно, почему прогнозы я только даю спортсменам, объясняю. Мнение, хорошо, назовем лучше с анонимичным словом. Давайте, мое мнение, мое мнение, мое мнение, что Сослана Асбара в данный момент, да, является одним из топовых крузеров в России. И, так скажем, убрал уже именитых соперников, да, это хороший бой с Алексеем Папиным, это великолепный бой с Кудряшовым, да, и он набирает обороты. Он находится в расцвете, Сослана сейчас около 30, по-моему, лет за? 2-31. Ну, то есть, это самый такой возраст, то есть, расцвет сил, и он сейчас находится немножко на другом уровне, и бокс-река, и, в принципе, бокса в плане, что значит на другом уровне, он дальше продвинулся. То есть, чтобы этот бой был актуален, Данилу, во-первых, нужно набрать кондиции физические, во-вторых, подрасти чуть-чуть, то есть, как спортсмену, потому что он молодой спортсмен, у нас, конечно, видит, а в чем заключается инвестиция, у нас видит спортсмена, и, да, то есть, но я, как тренер, понимаю, ну, когда начинают у человека проявляться настоящие такие, ну, заматерел, когда он по-настоящему начинает физические кондиции набирать, то есть, это после 23-24-25 годов, у Крузеров это 27-28. Так, Сослана же состарится, когда Данька вырастет. Так, вы хотите видеть, если бой Сослана и Данила, то надо понимать, что, я говорю, один находится сейчас на другом уровне, и в своем этапе, и в жизненном этапе, как возрастной спортсмен, именно в расстрете сил, и набравший хорошие кондиции, которые двигаются по своему рейтингу боев. Я не вижу актуальности этого боя. Вот, смотрите, должна быть актуальна. Для чего этот бой, в первую очередь, Сослану? Хорошо. Данил не отказывается никогда от боев, он азартный спортсмен, он всегда готов принять вызов. Ну, я, как тренер, говорю, что нужно нам готовиться, нужно расти. Я думаю, что, как тренер, он меня слышит прекрасно и прислушивает. То, как бы, смысл есть драться какой? Вот у Сослана, вот такой вопрос. Какой ему, для чего, интерес драться с Данилом? Что он с этого боя получит? Кроме финансовой выхода. А вы поймите, что не только в чеке дело. Защита титула? Я считаю, что нужно защищать мировые титулы. Я считаю, что вот, ну, Сослан должен двигаться и развиваться, защищать мировые титулы, а Данил должен подрасти и подрасти вовремя на замену к этому всему. Вот и все. То есть, всему свое время. То есть, это два поколения? Это два поколения. Им не суждено склеснуть. Совершенно верно, это два поколения. Ну, Кудряшов же с Сосланом склеснулись. А это уже два поколения. А это чек, как раз, вы говорите. Там больше было Сослану интересно, чем Кудряшову. А Кудряшову здесь нужен был чек. Ну, Кудряшов тоже был уверен в своей победе на 100%. Ну, он уверен. Он усмехался над Сослана. Ну, я понимаю, что это, как бы, да, не разбираясь в боксе, можно быть там уверенным в чем угодно. То есть, я прекрасно понимал, что за Дима, за боецей, прекрасно понимал, что за Сослан боец, если спросить. И хоть и у Али, хоть и Сослана, я абсолютно был уверен. Вообще не сомневался в победе Сослана. Как в победе над Кудряшовым, так и в победе над Папином. Потому что уровень мастерства, то есть, этого парня, он достаточен, чтобы разбираться с этими ребятами. И проявляет он его в хороших физических кондициях, он его показывает. А как бы, да, Папин при всем уважении и Кудряшов чуть не успевали по скоростям, чуть не успевали в тактике, чуть не успевали в мышлении. Я об этом и говорю. То есть, ему свое время, у Дани подойдет сейчас время, когда он наберет. У него, давайте начнем вопрос, сколько боев по боксу у него сейчас, не считая олимпийского бокса. Я не считаю. Потому что из олимпийского бокса он вышел фактически с молодежью. И там нужно поработать было по-хорошему. То есть, это я говорю еще раз, как крузер, как хороший спортсмен, он должен вести грамотную политику и грамотно вырастать. Сколько нам ждать фанатам Данила Придова? Да, ну, полтора-два года, если... По нашим руководствам. Да, если оптимально полтора-два года, он вырастет в хорошего профессионала. Сослан тогда еще не состарится. Ну, Сослан не состарится, но, по-хорошему, если это будет им интересно, то, я думаю, они это рассмотрят. Ну, я думаю, как бы у них есть своя дорога, о которой они будут следить. А вы с Олими хорошо общаетесь по дурею? Да, хорошо общаемся. Может, вы друзья, поэтому не хотите, чтобы ваши сыновья просто дрались? Нет, вы поймите. То есть, мы дружим. Наши могут спортсмены даже где-то и выступить. У нас такое бывало, что там на Олимпийском ринге встречались два парня, которых мы готовили, но это же не мы, понимаете, конкурируем с ним. Это наши ребята, они отконкурировали, и они-то не ругаются. А мы уж тем более. Не верю. Вы поймите, эти ребята 10 лет, 12, закончат карьеру, а нам продолжать растить и воспитывать спортсменов, и чтобы мы портили отношения. Да, если уже между собой подрались, то, конечно же, в одном зале потом не работать. То есть, да, вы понимаете, понимаете, должны эти вещи. То есть, есть такое личное отношение, есть рабочие. Если у кого-то выигрывает спортсмен, я только рад, поздравляю. Если у меня выигрывает, он также рад, поздравляет меня всегда. То есть, благодарит, говорит, хорошего, молодца, работу проделали. Так же я всегда. Это нормальный уровень общения людей, которые понимают друг друга, работают в одном зале, делают одно дело, понимают, как это сложно. Потому что это сложно на самом деле. Много тех вещей, которые не видит публика. Ведь публика видит только бой. Она видит только бой. Она не видит всей драмы, которая может происходить на самом деле за пределами октагона или ринга. Да, это нужно быть тренером или женщиной. Поэтому, да, у нас немножко там мы пьем успокоительный, потому что мы знаем все нюансы, знаем, что происходит. Не вы одни. Хорошо. Касаемо боя с Тиграном. Это должно было быть единогласное решение? То есть здесь, по вашему мнению, в одну калитку выиграл Даня? А выложил кто-то записки? Покажите, что разногласия эти записки. Это не знаю. Это уже, я думаю, что вопрос только к главе линии. Давайте, тогда вы мне вопрос зададите, когда будете известны, осведомлены. А я даже не знала, что записки не показали. Я не знаю. Может, кому-то показали, кому-то не показали. Я что же этого не знаю. Поэтому я не могу этот вопрос обсуждать. А после боя вы не требовали? А зачем я буду требовать записки, если я понимаю, что спортсмен выиграл объективно, он выиграл бой? Я понимаю, судьи это понимают. И как бы... Ну, потому что в конце каждой задачи по геометрии или алгебре, или математике мы пишем док, бо, доказательства. Даже если здесь была победа, но вы слышали реакцию зала, почему вы не потребовали незамедлительно показать записки судей? Мы, во-первых, не имеем компетенции к этому. Есть судьи, у которых есть записки, которые выставляют свои оценки. И выставляют они оценки. У них есть критерии судейства, понимаете? Вот по этим критериям они выставляют оценки. Если бы каждый зритель принимал решение, участвовал в голосовании, хорошо, тогда уберите, лишите судей работы. И пусть люди некомпетентные в спорте решают, кто тогда победил. Потому что я считаю, что судьи, когда дают оценки, они, прежде всего, как профессионалы, как и бойцы на ринге, они рискуют своим авторитетом. Ведь на самом деле, если решения неправильные и неверные, и они считали и критерии использовали неверные, то, по сути, их должны дисквалифицировать. То есть они лишаются работы на определенный период времени. Вот вы подумаете, нужно это судье или нет? Нет. Вот я тоже думаю, что нет. И поэтому, то есть, я считаю, что объективно можно сказать, что публика, она видела бой, так у всех разные восприятия. То есть есть эффект ожидания, вот когда ты ждешь чего-то, понимаете? Вот ты ждешь миллион, а тебе пришлали 10 тысяч. Очень расстроенный. Понимаешь? Ты ждешь вот от Майка Тайсона из 15 боев, выигранных нокаутом, очередной нокаутом он 10 раундов проводит. Разочарование. Он выиграет эти 10 раундов, но все говорят, ну тяжело так ему вот было, да, конечно. Не ударил. То есть, понимаете, ну давайте завтра нам напишут, мы хотим там, чтобы вы вот это сделали, и мы должны, мы строго придерживаемся тех действий, того плана, который приносит победу. Мы не идем на угоду чему-то, или вопреки чему-то. Мы следуем определенным правилам, бойцовским правилам. И все их бойцы, чувствующие, знающие, живущие, эти правила знают. Ну ладно. Спасибо вам большое. Я вам искренне желаю, чтобы все ваши ученики одерживали победы, в которых не нуждались никакие доказательства, чтобы они не требовались. Вот. Поэтому была очень рада с вами познакомиться, пообщаться. Это первый лагерь перед боем. Даня же у вас проводил правильно. Ну второй по боксу мы выступили там. И вот второй. А, по боксу вы уже готовили? Да. Ну, хорошо. Ну там как бы сомнительно. Все, спасибо вам огромное от всей души. И только вперед, и только успехов. Спасибо. Соли, только не деритесь, я его очень люблю. Да что вы. Алис, на тебя. Мой подписчик. Пишите мне. Я с вами лично поругаюсь, ёпта, с каждым мне. Съездим в Рузу. Вот я на этих входных там была, мне бутылка самогона по башке, и все. Пишемся, да? Ну что, Тигран, расскажи, как ты думаешь, есть ли у тебя шанс против Дани Бриду? Просто мне кажется, что в отличие от всех остальных боев Дани, здесь будет нокаут не в первом раунде, но во втором. Ты как думаешь, как пройдет этот бой? Бой пройдет, я думаю, все пять раундов, всю дистанцию. Я не верю. Где у нас будет тактика такая, больше двигаться и атаковать. Не так, как я привык, не так, как я делаю. Обычно иду и ломаю. Здесь нужно чуть поработать. Поиграть. Это я сейчас не понял, типа после боя или долг боя? Короче, на самом деле, все, мы уже после боя. И знаешь, мы с Дани писали интервью 10 месяцев назад на канале, а с тобой мы писали месяц назад. И я с ним говорю, так, ну что нового? Как жизнь? Расскажи что-нибудь о себе. За месяц что случилось? Ничего, все хорошо. Хату мою отжали, а так давай. Как отжали хату? В Ростове? А, эту хату. Подожди, еще сегодня вы узнаете, кому ее вручат. Малый там какой-то был. А может быть, Анатолий купил вторую хату и вас будет у каждого по хате. Честно, я по этому поводу думаю, то, что вот как сделают, оставили решение, типа пояс у него, хата там где-то в воздухе. И вот, примерно, я думаю, так и все останется. А ты думаешь, даже хату ему не отдадут? Не знаю. Ну, не знаю, короче. Но тебе лям-то должны отдать. Ляма дадут. А хату ему нет. А, вот ты, конечно, хитер, бобер. Да. Так, расскажи, как в Ростов съездил, отдохнул на свадьбу. Да, все отлично. Сторочи-то мало было, я ожидала там. Ну, а что? Нет, это свадоцло было. Ну, она как почти свадьба, там, 200 человек было. Была прикольная. То армяне так, да, в Пятигорске, ну, там, за Пятигорском. Ой, я очень люблю Пятигорск. Пятигорск, Познаводск. Там тепло было. Я в майке ходил. Ну, нормально, все круто, все круто, все хорошо. Поехал отдохнул, главное, ну, единственное, не выспался, все еще нормально. Я тоже. Ты мне с утра, ты где, ты где? А так, в целом, все нормально. Ребро, единственное, что здесь болит. Это, наверное, был единственный акцентированный удар Дани. Не делал себе катажечку? Переломки? Нет, потом сделал. Ну, конечно, срастется уже, что, на ребро же не поставят гипс, правильно? Ну, это я, там, ушиб такой в целом. Я даже говорю, единственный такой хороший удар, ну, как хороший, такой нормальный. Ну, вот и давай мы уже непосредственно вернемся на ваш бой. Помнишь ли ты свои эмоции в первом раунде, когда ты сумел нанести сильные удары по Дани, его удивление, на лице? Поверил ли ты тогда себя вдвойне о том, что ты вот сейчас можешь сделать все? вот эти твои вопросы сейчас, поверил ли ты в себя, поверил ли ты в себя вдвойне, это чуть-чуть оскорбительно, потому что, объясню, я вышел на этот бой, как на все остальные бои, то есть для меня небо такого суперчего-то, то, что стоит непобедимый парень. У меня стоял план, я был в себе уверен, я работал, я знал, что мне нужно двигаться, я знал, что мне нужно отработать пять раундов, бить, если там, ну, в принципе, вот у меня стоял план, я его выполнил. Нет, я это спрашиваю к тому, что... Нет, я просто работал, попадал по нему, и все, то есть каких-то суперуверенностей, чувств у меня не возникало, ничего обычного, просто работал, и все. Да, я его вытягивал на себя, потому что я после второго раунда понимал, я где-то в угол смотрел, и понял, что они чуть были в недоумении, они-то думали, я так уверен, я практически уверен, они думали, я пойду вперед, как обычно, да, это мой стиль, но здесь пришлось чуть-чуть поработать, изменить все. Ну, так под каждого оппонента разные... Ну, понимаешь, я, если в своей весовой категории, я пока в своем стиле работал бы, не знаю, шел бы вперед и делал бы свою работу здесь, конечно, он по-любому бы ждал меня, он оттягивался бы, я отвечал, но тут чуть-чуть нужно было схитрить, не знаю, я, как по мне, у меня это получилось, я вот, знаешь, пересматривал бой несколько раз, именно параллельно, именно пытался смотреть, как левый человек, первый-второй раунд я бы отдал себе и пятый. В пятом, понимаешь, там были, даже если первый-второй мои раунды, я себе бы отдал третий-четвертый Даня, то они говорили, то, что будет решать по пятому раунду, ничьи быть не может. Так у меня в пятом раунде было и попадание больше акцентированное, и, не знаю, так он вообще ничего не делал, просто возьмите, в пятый раунд, он просто, да, двигался, ну, шел вперед, да и, возьмем то, что они говорят, они там контролировали вперед, шли, доминировали, да по-братски, по сути, все бои, вплоть до Майвезда, он постоянно шел назад, вытягивал людей и работал. То есть, то, что ты еще просто идешь вперед, это ничего не означает, без ударов, без попаданий. Да, по-любому, у него всего-то были попадания, у меня там лицо, там чуть-то, это такое, ну, опять, это сквозь защиту, не знаю, если бы мне опять продолжили бы опять подраться, я, наверное, так же подрался бы, может где-то какие-то корректировки сделал бы. То есть, ты бы согласился на реванш? Да, пускай сделать 75 килограмм, хотя бы, тогда и вообще без... Ну, а что, я на бой выходил, я на бой 76, 77, это максимум. И то я взвешивался, кстати, я поехал на взвешивание, они меня в конце заставили полностью в одежде, там, в руках, там, что-то телефон встать, взвеситься, я взвесился 79 килограмм. А это зачем в одежде? Ну, типа, чтобы допуск был какой-то, чтобы у них на бумажках было, чтобы... Я, что, снижалась, ничего, да, я весил мало, но это гран-при. Не знаю, Света, ну, чуть это... Сказали, что... А садочек остался? Сказали, что можно, Толя Анатолий сказал, что надо подать апелляцию, потом стало известно, что нельзя подавать апелляцию. Какие-то моменты, знаешь, я считаю, что на таком уровне можно было бы и посерьезнее, что ли. Ну, а если независимый эксперт, вот сегодня они будут, независимый эксперт. А лига-то решение не поменяет, насколько я знаю. Не знаю, сейчас мы по этому поводу пообщаться и на пресс-конференции, и вообще... Вот смотри, после боя Толя стоял, Анатолий Юрьевич, стоял вместе с поясом за твоей спиной. Ну, то есть, это было прям, что вот... Как думаешь, он искренне верил в твою победу? Или... Знаете, я скажу одно, он после этого боя, он... именно с уверенностью понял, то, что Данил Бридов не такой уж вообще фаворит в этой весовой категории, и то, что он там после боя кричал 84, что это в этой весовой категории будет рвать всех, я скажу так, это не так. Он про все три весовые скажет? Да, ну, пожалуйста. Там я уверен, скоро у него бойся получается с Мухаммедом, да, и поверьте, это не так уж уверенно будет выглядеть, как он говорил, то, что выйдет и чуть ли не порвет всех. Я больше уверен, чем Мухаммед его разберет вообще, помню. А в 93, Ананин? Да, пожалуйста, по-братски. Не знаю. А Шлащинин? Куда? Я считаю, что ему там делать нечего. Почему-то. Я, может, ошибаюсь. Не знаю. понимаешь, все мои удары, которые я попадал, возьмем какого-нибудь хорошего, такого же, мастера спорта, только потяжелее, там, килограмм на 7, эти удары, вот через руку постоянно, вот эти удары уже могли бы и в нокдаун, и такой ущерб хороший повести. Не знаю. Но ты сам, вот, эмоционально, ты подорван был, вот, после этого всего? Ну, то есть, ты прям расстроился, или обидно было? потому что я столько работал, полтора года. знаешь, где-то в душе, где-то в душе, и я, вся моя команда, все мы понимали, то, что по очкам мне здесь бой никто не даст. Мы были уверены. Ну, и с другой стороны, понимаешь, ронять, как бы, гнаться за одиночным ударом, это мог бы привести к тому, чтобы я бы сдох просто в конце третьего раунда, вот так вот. то есть, приходилось и сдержать эмоции, взрывы, и чуть где-то походить, где-то погулять. Пускай, да, людям кажется, что я сушу, как сушу, я просто двигаюсь. Я же просто, знаешь, не обнимаю его, и не пытаюсь, нет, это была работа, такая же тактика. Слушай, если, вот, ну, грубо говоря, вам предложат все-таки реванс, через сколько ты будешь готов с ним выйти? Ну, тут нужно еще... Чек хороший. Ну, помимо чека, пускай вес сделает. Ну, он весит, побрасывал, со 100 гонял, 84, ну, 97, ладно. Ну, как ты думаешь, вообще, это благоразумно с моей стороны вообще выходить? Ну, я бы, знаешь, такой, может быть, если человек и вес, я бы вышел еще раз. Понимаешь, это мне не показалось тяжело, то, что я сделал, я, опять-таки, скажу, с Умаром бой, ну, вот, реально было намного тяжелее. Да ладно? Я тебе серьезно говорю, я, как я ранее предполагал, оно так и получилось. После Умара, реально, я где-то месяц восстанавливался, я не хотел о тренировках думать или что-то еще. Я не делал, просто руки не мог. Ну, вот, были такие. Здесь я понимаю, что я сейчас где-то еще неделю, я приступлю уже к тренировкам. А здесь его один акцентированный удар по ребру, правильно? По ребрам, ну, ладно. Побаливает, но ничего страшного. Руки? Руки вообще все, с руками у меня все в порядке. Ничего себе! Я их набиваю очень долго. Их набиваю очень долго. Идешь эти стенки. А мне Леннаджи рассказывал, что, ну, тренируетесь, ну, что у вас принято тренироваться вообще уже без перчаток, там, за две недели до боя начинать. Ты так же делаешь? Я очень долго, я еще до кулачки, я кулаки свои набивал где-то год. Во дворе? Просто, не во дворе, там у меня есть такая штучка, сделанная отцом, типа газет, там очень много газет, 365, почти, если быть, и ты стоишь в течение дня, набиваешь, и легкие удары, и сильные, набиваешь, просто легко бьешь, бьешь, и открываешь по одной газете в день, и получается через год ты просто тупо набиваешь уже по стене, ну, в общем, там такая суета, не знаю, руки целы, все нормально. Вот, единственное, что, опустошение. Ты прям чуть-чуть, ты чуть-чуть такой грустный. Помнишь, ты тогда звал меня покушать, вот, чтоб туз, пойдем, с кулем покушаем? Я не хочу, чтобы ты был такой грустный, серьезно. Да нет, понимаешь, чуть-чуть, понимаешь, просто на таком уровне, когда такое происходит, еще можно было учесть тот факт, не знаю. Давай, 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 что за факт? Учесть факт? Да, можно было не учесть того факта, что я меньше, намного и ниже, можно было просто чуть посудить, вот, может, нормально, что ли. Не знаю, может, я как-то пересматривал бой сразу в свою пользу как-то, но то, что я не проиграл, это точно. Ну, погоди, если сегодня будет Сидорин, ты же сможешь с ним поговорить? С Сидорином? Я не знаю, какой-то там судья прям сумасшедший отрыв отдал по запискам 46-49, не знаю, кто это был. По-моему, Сидорин, кстати. Сидорин, да, я, ну, что мне сейчас, идти ругаться? ты просто, нет, ты просто сейчас настолько подавленный, что ты приедешь на конференцию, ты должен, наоборот, ну, уверить всех в том, что вот, ты уверен в своих... Так я только проснулся, а ты меня с кровати вытащил, а сюда ты невеста грузил. Нет, нет, я позвонила, ребят, я не вытаскивал его из кровати. Это провокации какие-то. Мы здесь с Игорем пока пистолет-интервью, пока ты валялся в кровати. Ну, ты даешь, конечно, сейчас же опять начнется. Я только, только, вроде, перестали мне это придумывать, все. Сейчас по-новой повезутся. А что, я сейчас поеду, да, на пресс-конференцию, я буду говорить, я то, что думаю, то и скажу. Просто стоять с ними, как-то качать, бодаться, мне уже не интересно. Отвечать на какие-то вопросы, вот. Типа, что я думаю, там, когда я буду готов к тишине, то у меня желания вообще нет. Смотри, вот, грубо говоря, у тебя следующий бой, понятное дело, что ты сейчас стал в первом претендентском, да? Я хочу за поезд, да. Первый бой будет с Наврузовым. Как думаешь, этот бой для тебя будет сложный или нет? Знаешь, каждый бой. Вот ты смотрел их бой, ты смотрел их бой сама-то, нет? Ну, так, местами я там находился, смотрел. Но я думаю, он хорошо отработал, в любом случае. Он был очень хороший. Поздравляю, кстати, но все равно мне нужен поезд 70 кг. Я пойду за ним, не знаю, сделаю все, чтобы он был здесь. Но вот Эмилия Наврузова, как оппонента, ты высоко оцениваешь или думаешь, что это будет... Нет, почему как можно низко оценивать пацана, который сейчас выиграл поезд 70 кг. Это многого стоит. Это труд большой. Через пот и кровь горят. Как думаешь, а он согласится на бой с тобой? Я слышал, он там говорил, типа, пускай сначала поделется с Соматом, типа, пройду Соматом, потом как-то за поезд. Но сейчас я первый претендент, я так думаю. И мне не нужно ни с кем драться, чтобы дойти до поезда. Мне нужен бой за поезд. Слушай, они, видимо, даже одинаково со своим другом Хамзатом говорят. Ты поделись сначала с кем-то из топ-5, а потом... А почему я должен с кем-то драться, если первый номер буду, да, в рейтинге? Почему я думаю? Я первый претендент. Не знаю, я... Знаешь, как я с Бридовым, до Бридова был уверен в себе, то, что я могу это сделать. Знаешь, вот у меня там спрашивали, как ты, что ты будешь делать, такой размах рук, клянусь, такой рост. Я просто стоял и говорил, что я знаю, что я смогу это сделать. Может, сейчас это как-то чуть не так звучит, но, как по мне, я этот бой выиграл. И у меня есть брат, Паша, старший. Знаешь, если я где-то даже чуть-чуть выигрываю, если нету места там, знаешь, что-то похвалить, он лишний раз не похвалит, ничего такого не скажет. Но если он мне сказал, то, что я 3-2 по-любому где-то не сделал больше для победы, то значит, да, значит, нужно сказать, что я выиграл. Так вот, как и до Бридова говорил, что я смогу это сделать, так и здесь. То есть, дай бог, все хорошо сложится и будет бой за поезд, то я влюблен в себе, и я знаю, что смогу это сделать. Как ты сейчас собираешься поднимать свою ментальную составляющую? Потому что, учитывая то, что ты сейчас, ну, правда, расстроен, и подавлен, мы все-то с тобой интервью сидели в зале, непонятно о чем, а сейчас ты прям такой загруженный. Сколько тебе нужно будет на восстановление именно ментально перед тем, как выйти на бой с Наврузовым? Дай, пожалуйста, отвечу честно, если ментально я очень крепкий, меня не сломить. Ну, серьезно. Почему я сейчас такой? Потому что я проснулся 40 минут назад. Мне ментально не нужно ничего там заряжаться или настраиваться. Вот мне скажут, у тебя будет, потому что сейчас в ментале, февраль, марта, журналисты в марте. Я еще недельку-две отдохну и буду все готовиться. Переду обратно. И буду готов. Тебе же сейчас предложат новый контракт. Да. Ну, там они там рассматривают. Да, да, да. Но Игорь сказал, что один контракт уже вам прислали, вы его отправили назад. Но, тем не менее, что сейчас вот пришлют тебе контракт. Как думаешь, ты будешь подписываться на долгосрок с лигой или будешь свободным... Долгосрок это имеется в виду на 3. На 3 и далее, да. Или же ты будешь как свободный агент. Нет, почему же? Можно подписать, допустим, на год, 4 боя в год. Вот это будет самый крутой. И каждый бой будет по фиксированной стоимости или каждый бой будет увеличен? Ну, грубо говоря, вы там начнете лям, потом второй бой лям, плюс 500, третий бой там, полтора... Индексация или как там она называется? Да, да, индексация. Не знаю, сейчас мой друг занимается, мой близкий друг, и он занимается этим вопросом. Нужно посмотреть, к чему мы придем, потому что, как бы, я слышал, Анатолий уже не против за поезд, чтобы я дрался. Здесь идет больше уже вопрос цене, ну, гонорар. Вот. И мы, конечно, хотим от ляма, потому что... Почему бы нет? Я сделал, я заслуживаю этого. Не знаю. Я согласна, Игорь, кстати, что Анатолий как-то сказал о том, что все его финалисты гран-при, да, будут драться... Ну, сейчас понятно, сейчас уже гонорары чуть упали, и это чувствуется, но все равно нужно знать тебе цену. Ну, что упали, вот, это Хамзат, 10 миллионов, Белаз, 8 миллионов. 10 – это сумасшедшая цена, это... А зачем тогда они хотят такие цены? Просто, чтобы не драться? Зачем они такие? ну, ты уже не можешь понимать, почему. может, заплатить кто-то 10 миллионов, не знаю. Кто? Покажи мне этого человека, я сама туда пойду подраться. Может, он свой труд оценивает 10 миллионов, почему ты так говоришь? Не знаю. Я, мне бы вот сейчас хватило бы вот за поезд лям, допустим, лям плюс там с чем-то, я бы уже согласился. Лям плюс лям. Мне бы хватило, вот я бы согласился. Лям плюс лям, а если еще плюс лям? Пора бы уже зарабатывать нормально, знаешь, пять боев, и все пять боев, ну, не считая последней, ладно, как бы, приз миллион, ну, я считаю, миллион тоже деньги, нет? Да. Калмуков подрался за миллион, это было его, как бы, ну, до этого там, 20 плюс 20 было потом, ну, 20 плюс 30, потом 20 плюс 40, потом 20 плюс 40. суммарно я дрался, ну, там, копейки были, сотка. Ну, а куда тебе больше, зачем? Тренируйся, живи в зале, в чем проблема-то? Нет, так что, я не знаю. если сегодня на конференции Эмиль будет, ты предложишь ему этот бой? В смысле, предложу, я хочу, хочу этот бой. я имею в виду, ты заявишь об этом сегодня? Я буду сегодня говорить, если потом Анатолий будет. Он же изначально говорил, что вот, все чемпионы там дерутся, я считаю, что я выиграл этот бой с Бридовым, и по факту, я хочу бой в своей весовой категории 70 килограмм. Не знаю, потом идти проводить какие-то рейтинговые бои в 70 килограмм, я не хочу, я хочу драться за пояс. Я думаю, бы я более чем заслужил. Не знаю. Хорошо, вот ты назвал Самат, ты назвал Эмиля, с кем еще из этой весовой ты бы хотел подраться? Я бы хотел. Я хочу за пояс. Сейчас, сейчас я хочу просто за пояс. Да, вот, пояс у Эмиля, да, хороший парень, хороший боец, но мне нужен этот пояс. И сейчас я понимаю, то, что ты говоришь, я ментально где-то там сломлен, нет, наоборот, я понял, то, что я с таким человеком, с таким бойцом продышался, подвигался 5 раундов. Да, но это, это копейка. Я просто, я сидела в шоке. И сейчас, и сейчас я понимаю, то, что я могу 5 раундов, но опять-таки, я смогу темп задать в войне и продышать 5 раундов и работать. То есть, нет, не сломлен, но наоборот, у меня появилась большая уверенность. Понимаешь, я сегодня там скажу, после боя у меня появилась любовь зрителей, меня назвали, прозвали народным чемпионом. Я вот это сегодня там же скажу, пускай лучше меня будет называть народным чемпионом, чем он наденет на меня этот пояс и весь зал, и стадион будет меня просвистывать вот так вот и фугать. Это, кстати, лютый момент. Это такой, я думаю, Блидову было очень неприятно, очень. Я по его лицу видел, но опять-таки, здесь, как он говорит, мы просто делали свою работу. Почему он упал в обморок после вашего боя, как ты думаешь? Это от твоих ударов? Ну, просто давай рассуждать. Мне кажется, просто парень еще в плане, он очень молодой, именно для кулачки. Вот он выйдет, да, с таким хорошим мужиком, кто будет весь и одинаково с ним, ему он придет, ну, будет очень тяжело. Ну, как ты думаешь, почему он упал в обморок? Он, говорит, перенервничал, ну, по-братски. Почему он не перенервничал все пять боев, где он победил, явно, и радости было больше? Не знаю. Но ты чувствовал, что ты наносил какие-то удары, от которых ему могло стать уже постфактум плохим? То есть, грубо говоря, что вот... Я считаю, то, что это накопилось, и это последствия боя. Не знаю, сегодня я понимал где-то то, что я могу быстрее взорваться, темп задать, именно заезжаться, но, опять-таки, меня восстанавливало то, что это пять раундов, и парень, в любом случае, конечно, когда ты... В пятом раунде ты взорвался. Да. Ну, да, и понимал, что я в третий раунд начался, я чуть двигался, думаю, да, он там атакует, и я думаю, чуть здесь, чуть остановлю себя, и в пятом я именно берег силы для пятого раунда. И вот это значит, все равно тяжело вот это постоянно двигаться. Я ни разу в жизни так не работал, в таком-то. Обычно ты вот, идешь вперед, здесь меньше сил тратишь, ты идешь, давишь, и бьешь. мы были с подругами на бое, и... ну, они не сильно разбираются в боях, просто спрашивают, за кого мы сейчас болеем, ну, и давай там, вперед. и когда вы вышли с Данией, поворачиваешься, спрашиваешь, а с кем они драться будут, почему они вместе вышли? И знаешь, потому что, они сейчас будут драться в финале, говорят, а как они будут драться, они же абсолютно разные, ну, вот просто абсолютно разные. Говорю, ну, сейчас посмотрим, ну, вот. До выхода, когда Анатолий там, в микрофон, типа, кричал, кто сейчас, типа, за бойцов, кто сейчас, за Мати Васяна, там, там очень малая часть стадиона, типа, о, да, кто сейчас за Даньку, там все орали. А как так получилось, то, что, я клянусь, ко мне мужик подошел, такой солидный, с дочкой, извините, Грам, можно с тобой сфоткаться? Мы, честно, за Данила болели, но можно с тобой сфоткаться? И вот так вот, три-четыре человека, и мне его же фанаты пишут, понимаешь, я не злорадствую, но, после боя, то, что освистывали такое, то, что я же не пошел, не подкупил всех. Люди все видят, люди не глупо, и меняют мнение людей, которые находились там, видели все это вживую, не знаю. Слушай, не собираешься ли ты на почве того, что вот так все произошло? Ну, мстить, наверное, я спрошу только не про Даньку, а про Лигу, и уходить в другое, в другую Лигу. Думал ли ты об этом? Я... Если предложат мне очень контракт. Знаешь, то, что мне... Как сказать правильно? Предложений, мне кажется, сейчас очень много. Сейчас, то, что согласились за поезд, мне в бой дать, это еще... Это уже хорошо, но... Сейчас, опять повторюсь, договаривается, обговаривается сумма, то есть гонораж. Конечно, если будет поезд и какие-то копейки, это уже нужно на сессию подумать. Но мы уже... Как сказать? Прохаваны. Лига РССИ был, от этого человека звонок, и он меня приглашал на от бои, где Дауд дрался. То есть, я уверен, очень много предложений я пользуюсь... Конечно, после такого боя ты удивил всех, даже меня. Да нет, ты в душе на этот раз побольше верила, чем тогда. Я тебе написала, что в этот раз мы с тобой записали интервью, и я как-то прям думал, ничего себе... Я для себя ничего особенного не сделал. У меня стоял план. Понимаешь, я в себя всегда очень уверен. Ну, очень. Я прошел очень многое, чтобы, знаешь, где-то, чтобы засомневаться или что-то еще. Я знаю, что-то, что я пойду и заберу этот поезд 70 килограмм. Не знаю, вообще... Ну, а потом аж поднимешься до 77, если ты... могу спуститься. 66? Да. Ну, ты будешь совсем друщеночком. Нет, ну, опять-таки, зависит от предложения. И ты говоришь, не хочу ли я там мстить, уходить, нет, это пускай уже лига думает о том, что я могу уйти. И она об этом думает, я знаю, я общался. Им будет крайне некомфортно, если я просто уйду. Даже тупо для зрителя, да? Вот человек подрался, где-то кто-то думает, где-то я проиграл, где-то я выиграл, но именно моя аудитория вот. Просто взял, ушел, что-то там не так. А ты видишь, что сейчас достаточно большое количество бойцов начинают выступать в других лигах или вообще уходить из хардкора? В том числе, например, и сейчас конфликты, да, у Никархова, Ибрагима Исламова. Как ты, с чем ты это связываешь? У всех вопросы по судейству или есть еще какие-то вопросы? у всех свои личные моменты как-то. Я же сейчас не могу дать ответ или объяснить, почему Никархов ушел. У него там свои моменты, у каждого человека свои моменты. Кому-то хочется больше зарабатывать, больше денег, чтобы платили. И с другой стороны можно понять, потому что ты здоровье оставляешь и не кайф за копейки драться. Не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас, сейчас у меня вообще, по сути, контракт закончился, грубо говоря. Мы будем ждать хорошее продолжение. Что продолжим? И через месяца три ты будешь готов? Да, да, три месяца нормально. Я домой поеду, чуть отдохну. Покушаешь? Кушненько. Кстати, я кушаю сейчас все по-другому. Врастаю? Дома, везде. Подожди, а шурму кушал? Вчера кушал здесь. Привези мне шурму кушалку, из Ростова. Потому что тем, что ростовский, мне скажешь, что она там очень вкусная. Хорошо, смотри, вот сейчас мы перематываем время, вот так вот делаем на твой выход на бой. Ты что-то бы поменял и если да, то в каком раунде? Нет, все так же бы оставил, все так же буду ее сам. Может, таксику не менял бы? Да что, знаешь, иногда я думаю, может быть, не в пятом раунде бы ты взорвался, а пораньше. Может быть, я хотел бы посмотреть именно как бы пошел бой, если бы я работал в своей тактике, то есть шел бы вперед. Но опять-таки, наверное, скорее всего, я бы не стал рисковать, если бы вы вернули мой выход. Может, взорвался бы побольше в четвертом раунде еще. Ну, а так ничего бы не поменял. Тактика была идеальна, все было здесь, мы отрабатывали, здесь я больше... Понимаешь, были спарринг-партнеры, я с ними тут рубился, да, все хорошо, но как только я начинал просто двигаться со стороны в сторону, они вообще не попадали и так же с бридером. Я после первого раунда понимал то, что человек чуть-чуть не понимает, как, что там, проваливался, удары такие. он был очень удивлен в первом раунде, я просто, когда смотрел, не знаю, что я пойду, а как обычно танк вперед рубить, нет, ну, я раньше говорил, где надо, я буду боксировать, где надо, я буду рубиться. Смотри, когда Амхат рассказывал еще до боя с Мухаммедом о том, что у него грандиозные планы непосредственно и на Мухаммеда, и на тебя потом, я спросила его, можешь ли ты назвать Даню Бридова самым тяжелым оппонентом? Четыре-пять. Ты можешь назвать Бридова самым тяжелым оппонентом, с которым, возможно, тебе предстоит бой? Я дискажу, Бридов ментально самый легкий сопер, ментально. На что Амхат ответил, Бридова я могу назвать самым легким соперником ментально. Как думаешь, что он имел в виду? Давай начнем с того, что все его амбиции закончились на стадионе. Он, ну, он втух все, что он сказал, и про Мухаммеда, и вот сейчас, как ты мне сказал, и про меня. Я, честно, не смотрю, просто потому, что для меня этот боец, во-первых, неинтересен. Он, что технически, что ментально, но ментально, поверь, я для него, наверное, составляю самую большую опасность, потому как с Мухаммедом он проводил бой, и он более-менее мог как-то настроиться, да, но и Мухаммед его тоже просто накрыл медным тазом, конкретно. Вот. Я не уступаю своим, своей ментальной подготовкой, да, Мухаммеду, поэтому для него это будет тяжелый бой, если он будет когда-либо, но я даже это не прогнозирую, потому что он, во-первых, неинтересный, во-вторых, это, ну, я, конечно, люблю легкие деньги, но не настолько. Когда я писала интервью с Амхадом за несколько дней до его боя с Мухаммедом, он говорил о том, что после того, как заберет пояс, ему будет интересно также побоксировать с Бридовым. Я ему сказала, можешь ли ты назвать Даню Бридова самым тяжелым оппонентом, который вот у тебя будет в твоей карьере? И он сказал, нет, Бридов самый ментально легкий оппонент. Согласен ли ты с этим? Что, это для него самая ментальная легкая? Нет, что Даня, в принципе, ну, вот. Знаешь, Света, я, нет, он как бы дрался, он дрался до конца, у него, просто, мне кажется, все равно, вот, то, что он упал в обморок, это не то, что я там супер какие-то сильные удары, может, я бью, да, может, я и бью, но все равно, как, как, он еще, мне кажется, чуть молодой, не знаю, в плане, просто вот молодой, сколько мы посадим? Он просто, я думаю, не готов еще именно к такой кулачке, где пацаны стоят, вот так вот, кость в кость рубятся, вот так вот, это, это очень серьезно, а он, не знаю. Ну, капец, он будет молодым папой, офигеть, это ему будет 28, когда ребенок пойдет в школу. А что? Ну, да. Прикольно. Нет, просто у меня сейчас 28, я не представляю ребенка, который идет в школу. я почему-то, прикинь, тебе 35, а твоему сыну уже, сколько там, 9 и... Я гуманитарий, давай не будем позориться. В общем, подводя, так скажем, итог, ты не признаешь того, что победитель Даня? Нет, конечно. Ты будешь пытаться как-то это доказать и так далее, потому что Игорь сказал, что типа мы, ну вот, все, это его день был, приняли решение, окей, разумеется, мы сегодня на конференции там посмотрим на большом экране. были разговоры, были разговоры до этого и много разговоров и опять-таки попытаться. Ну, я почему-то думаю, вот просто вот решение, какое оно есть, такое будет, все. Мне как-то сказали, лига, как бы что-то там не поменялось, лига не поменяет свое решение, все. Смысл мне сейчас рвать, майку на себе бить, в грудь, что? Что? Хайп? Ничего. Какой хайп? Люди все видели, мне надо ничего никому доказывать, я просто дальше хочу, не знаю, а что качать, что там? Ну, что прям вот вы, меня. Не, то, что надо будет, я выскажу, то, что надо будет, я выскажу, просто уже туда дальше, что-то про плакаться или что-то еще. там было много людей, все-все видели, не знаю. Я несколько раз повторюсь, я пересматривал, я пытался, может, думая, я к себе как-то отношусь, и поэтому, да, и поэтому, мне кажется, нет, первый, второй раунд и пятый, даже, даже, то, что вот этот Ким Чин там какой-то разбор делал, по-братски, то, что, ну, даже пятый раунд уже взять, где были, где он ни разу не попал, где он ни разу ничего не делал, а были бы с моей стороны попадания просто, это делает обзор человек, который ни разу даже в жизни перчатки не одевал, нигде не дрался, не знает, как вообще бой следить. Лендр уже записал сториз, как раз таки, что Ким Чин, прежде чем тебе делать разборы боев, ты не профессионал, тебе нужно один раз надеть перчатки и выйти подраться. Ну, это видно, просто человек такой, сделал акцент в ту сторону, это чувствуется, и вообще там, как он может делать обзор, ну, кто он, чтобы делать какой-то обзор, он обычный блогер, и все, это мое мнение, все. А мы что, блогеры, не можем делать обзор? Нет, именно спортивный обзор, еще там, знаешь, люди, короче, что люди, ничего. Писали комментарии? Да, я даже не читал, я просто мне сказали, я это как-то посмотрел, знаешь, это все было бы разумно, но именно, он там дал мне первый, второй раунд, но пятый раунд, пятый раунд, когда я его явно забираю, когда этот человек отдает туда, ну, как так, он же там ничего не было сделано, да, он идет вперед, просто идет вперед, все, и что отдавать ему, а попадание мое, то есть, пускай сидит там, разбирает, не знаю. тигр, это, давай, короче, просыпайся, во-первых, смотри, что я тебе сейчас принесу даже. Что, что, поесть? Поесть? мы сейчас пойдем, как же капучино, либо, американо, что ты будешь? А я не знаю, я кофе не пью вообще, это сейчас, с моей энергией, если я еще кофе шибану. Американу, Раз, два, три, опа. Свет, у меня просто не кайф ругаться, вот честно. Что тебе в кайф? Не кайф ругаться. Зраться? Ругаться, ну что я сейчас, ну что, вот здесь тебе скажу, я там выиграл, это я там выиграл, да, я сейчас поеду на пресс-конференцию, сяду и, как нужно, свое мнение выскажусь, и все, что мне рвать? Я просто знаю то, что лига не поменяет свое решение, мне это уже дали понять, и, я думаю, это Игорь понял, и, что, останусь народным чемпионом. А с Толей ты не хочешь напрямую поговорить? О чем? Толь, даже ты видел, что выиграл я, потому что стоял сзади меня с поясом. Почему без сахара? Он еще недоволен. Что в этом бою? О чем мне говорит? Я знаю то, что Толя понял, что я выиграл этот бой, я был лучше. Я уверен. Знаешь, там в углу были мои пацаны, и они слышали, как Анатолий подходит и говорит, после какого-то травма, что 3-1 я веду на карточках, на записках. 3-1. Ну, это получается уже пятый раунд. Как так? Кстати, мы это обсуждали с Данией и с его тренером, что они не видели судейские записки. Вы, как я понимаю, тоже. Почему вы их не потребовали после боя в моменте? Не знаю. Это должен был делать я? Ну, твоя команда, твой тренер. Они сказали, что типа, нам зачем мы были согласны. Почему вы этого не сделали? Это же всегда происходит так, что бегут. Не всегда. Не знаю. Сейчас уже что-то, знаешь, мы пойдем на конференцию, я выскажу свое мнение. Я знаю, что многие уверены, будут согласны с тем. и Анатолий. По его лицу было видно, что он более чем разочарован в Дании. как, и он понимает, что туда дальше, то, что он там взял микрофон и кричал, что я буду рвать 284, там 93, какой там здесь. Да, я сомневаюсь, вот это маловероятно, там пацаны сильные, там мужики, которые бьют, наверное, в 3-4 раза сильнее, чем я. Ожидали от него большего, и в итоге больше я сделал я для победы. И просто руку подняли туда и полтора года то, что работал, не знаю, чуть неприятно, чуть есть опустошение. Это понятное дело. Есть опустошение. Потому что ты пахал, у тебя была абсолютно идеальная дисциплина, нам Игорь рассказывал про то, что вообще никаких погрешностей ни в чем не было. То есть ты реально красавчик. Я даже не гулял, ничего не делал, просто ушел домой после тренировки. Потом спать целый день, ничего не делал, никуда не ходил, ничего. Еще и болел за неделю до боя, 4 дня. Как-то так, Светлана. Ну, народ говорит, что чемпион ты. Пускай, я говорю, я пускай буду народным чемпионом, да, с этим поясом ходить. Я знаю то, что я пойду в 70 килограмм и заберу там пояс. Я вот уверена, кстати, насчет этого. Вот, насчет этого. Нет, чтобы ты в следующий раз не говорил, что тогда мне не верил. Давай так, теперь я вот показываю такой бой с пацаном таким. И вообще вот сам гран-при путь прошел такой. И я не смогу 70 килограмм взять пояс, да, смогу еще, как не смогу. Просто будут бояться выходить со мной драться. Я уверен. Не все, ну там, не знаю, Светлана. Ты понимаешь, это уже другое. Я буду как, не то, что свои стихии, а... Свои стихии. Ну да, можно и так сказать. То есть, их попадание, я здесь, а ты что, да, Даня попадал, но это не было такого, чтобы у меня было потемнение или что-то еще. Да, были, ну, я просто уверен, что давайте сюда 70 килограмм. Я, может, где-то там, знаешь, особо красиво не разговариваю или что-то еще, но я могу быть стильным, я могу быть красивым. На камеру, блин, косички надо, кстати, Там просто от ударов они чуть-чуть поэтывались и пришлось снять. Так что, я думаю, Лига в любом случае тоже заинтересована во мне, как и другие организации. А они уже дали о себе знать то, что мы будем думать. Конечно, я, наверное, давай вот так вот по чесноку в плане медийки и хардкор, но лучше всех. Вообще-то как хардкор. Да, да. Поэтому хотелось бы, конечно, здесь остаться, потому что здесь начинали, но будем исходить от их предложения. Так что... Жить надо на что-то? Конечно. Опять хапу надо искать в Москве. В Москве. А там, кстати, вам сказали в итоге, где квартира-то или нет? Мне нет, мы ничего не говорили. Да, они просто тоже. Короче, родной мой. Да, Светлана? Я тобой горжусь просто капец как. Ты удивил, сколько было тысяч на стадионе? Вот ты удивил там всех. Поэтому сейчас побольше шаурм вкусных, веселых мероприятий. Главное, не сачкуй, побыстрее возвращайся и начинай тренироваться. Потому что наврузок он, конечно, тяжелый оппонент, но я в тебя верю, что ты сможешь. Да, он очень хороший, сильный соперник. Но все равно, мне нужен пояс, я в себе уверен. Не знаю, Свет, я такой путь проделал, я показал своими боями то, что я заслуживаю хоть какого-то пояса. Хоть какого-то? Да, если этот пояс в 70 килограмм, так что я веду за ним. Он мне нужен. А сейчас мы идем кушать. Ребят, пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, победил и как думаете, какой ближайший бой будет у Дани и сможет ли забрать свой пояс в 70 килограммах у Милина Врузова-Циграна. Ну, а мы вас обнимаем. Смотрите этот выпуск и на следующей неделе будет интересная конференция хардкора. Интересно, они мне заплатят за рекламу? Нет. Смотри, ты мне в том интервью мы сейчас про маму закончим, говорил о том, что ты хочешь перевезти сюда все свое семейство. Теперь хата почти, почти у тебя в кармане. Ну, почти. Возможно. Не парень. Ну, допустим, тебе все-таки отдадут ключи от хата. Ты будешь их сюда перевозить или уже нет? Честно, ну, изначально как бы у нас с мамой были разговоры о том, что она не особо принимает Москву, и Москва ее тоже не особо принимает. А, там, в каких-то деревянных годах была в Москве, и ей она не нравится. Вот. Ну, и в целом, конечно, мама все равно больше, знаешь, за создание своей собственной, так скажем, ячейки общества, да, и она больше не про ипотеку. Вот. И она сказала... Не люблю это слово, особенно каждое десятое число, каждого месяца. Ну, и вот, и поэтому, конечно, она хочет, чтобы я со своей семьей, да, туда заселился сам. Не знаю, как это все будет сейчас выглядеть, конечно, да, мы все знаем, что пока еще вопрос с квартирой нерешенный. Ну, ты знаешь, хоть где она, сколько комнат? Нет, ну, то, что она однокомнатная будет, это сто процентов, потому что изначально были разговоры о том, что это однокомната. А где она находится? Москва или область? Подожди, было сказано, в Москве, не в Моссобласти. Ну, Москва тоже большая штука. По-моему, кстати, в Подольске прописка вообще считается московской. Так, может, там и хата у тебя. Честно? или не у тебя? Честно, я скажу так, любая недвижимость, которая записана за тобой, это уже как минимум победа. Вот так. Так, Даня, многие пишут в комментариях о том, что итог боя был виден уже после объявления результата, что Тигран тебя избил настолько, что ты упал в обморок. Чего? Избил. Ну, во-первых, потому что у тебя были настолько серьезные травмы, что ты все-таки вот по тебе посильным попадали, что ты упал в обморок именно потому, что просто-напросто тебя побил Тигран. Почему ты упал в обморок? Расскажи правду. От радости? От того, что, типа, там побил. Я вообще первый раз у тебя это сейчас слышу. Ну, ладно, комментарии под выпуском. Ты мечтаешь? Нет, есть комментарии, понятно, там половина фан-базы Тиграна, которые Давид и Голиаф и вот эта вся тема, но упал я просто, во-первых, эмоции, во-вторых, это вес, потому как я, знаешь, крайний вот этот вот всплеск энергии отдал в этот бой. Все, то есть, ну, то, что я сделал вес, это было для меня, ну, давайте по-честному, это очень тяжело, потому как у меня организм уже продолжает еще точнее расти и весовая категория до 84 килограмм это как бы, ну, так скажем, слишком дорогая для моего здоровья роскошь. Вот. И просто обессилел, ну, и, конечно, тоже наложились вот эти вот слова Анатолия Юрьевича в плане на эмоциональный план. Нет, уверенность была изначально, что я выиграл. Нет, имя слова Анатолия Юрьевича, о том слов. То есть, ну, как бы, конечно, для меня было это прям, ну, таким событием о том, ну, как так, как так может вообще произойти. Что важнее, чтобы Анатолий Юрьевич поверил в твою победу? Так в том-то и дело. Чтобы твоя аудитория, не только твоя. Нет, смотри. Чтобы люди поверили в твою победу. Смотри, тут нет ни одного, ни второго. Я плываю. Этот бой для меня на самом деле дал многое и показал многое. Все маски слегтели. И я скажу так, для меня признание мной и моими близкими людьми моей победы, вот это главная победа. Все остальное меня вообще не волнует. Какие там комментарии, что кто пишет, кто что говорит. Да, приятно, спасибо огромное. Я очень ценю каждого человека, который мне пишет. Хорошие комментарии. Ну, в плане нет. Знаешь, есть здравая критика. Спасибо за то, что вы написали, что я выиграл. Эй, я люблю вас. Я тоже. Знаешь, есть здравая критика, здравые комментарии, которые, Дань, ты, конечно, выиграл, но вот тут вот, ну вот тут, вот ты сделал не так или вот тут вот ты не доработал. Я такие комментарии принимаю и действительно для меня это, ну, на самом деле, большая награда, что люди, которые видят со стороны, да, что мне стоит доработать. Возможно, я к ним прислушаюсь и что-то поменяю в своих, подготовке. Но у меня для этого, во-первых, есть и тренер, который мне тоже все подсказывает. и он для меня сейчас, знаешь, ну, так скажем, в неком аспекте тоже для меня друг, близкий человек и вот, моя команда тоже тому подтверждение. Это уже, знаешь, больше не про команду, а реально про вторую семью. Но, опять же, меня всю жизнь учили тому, что нужно быть, ну, с признанием, знаешь, относиться именно к своим близким, к людям, которые рядом с тобой и за что я благодарю своих и первых тренеров с Бюробиджана. Я вообще с провинциального городка, с маленького такого подгорода. Где минус? Сколько, когда я тебя доставила снимать пробежку по улице? Не-не-не, это ты про Комсомольск говоришь. Это второй, это город моей юности, так скажем. Ну, он так и называется город юности. Вот. Но маленький городок на 69 тысяч населения, провинциальный такой, он находится под Хабаровском. Вот там, где я минус 40 записываю, это над Хабаровском, это еще севернее. Вот. И своим первым тренером, да, Евгению Сергеевичу, Михаилу Наумовичу, я тоже капец, как благодарен, потому что все, что сейчас происходит, это их работа. Еще я слышала одно мнение на стадионе, что на самом деле то, что делал Толя после боя, это была игра одного актера, потому что тебе отдали победу, потому что у тебя подписан 10-летний контракт с Хардкор-менеджментом, и Толя, чтобы как-то скрасить твой явный проигрыш, решил оказаться на стороне зрителей, сказав о том, что да, я тоже не согласен. Что ты об этом думаешь? Ну, смотри, давай начнем с того, что 10-летний контракт это своего рода шутка юмора была, знаешь, потому как, ну, я знаю свои контракты, моя команда знает мои контракты, и о каких 10 годах вообще может идти речь, потому как изначально на менеджмент я подписывался на время проведения гран-при, то есть, ну, изначально я это знал, ну, конечно, с моей стороны это больше было, знаешь, такое, типа, для инфоповода, что-нибудь такое, знаешь, сбросить. Чего? Не слушайте ее. Контакт есть. Касаемо того, что, типа, игра одного актера, ну, давай будем часы, мы встретились и после этого, да, там, с Анатолием Юрьевичем, у него изначально тоже какое-то такое непонятное мнение было насчет судейского решения, ну, то есть, он и во время боя подходил и говорил, то, что, ну, моей команде, говорил, как я и думал, типа, что-то победа Тиграна или что-то такое, короче. Ну, просто было очень показательно, даже в момент вручения пояса, то ли стоит не за тобой, а за Тиграном, и потом, когда объявляют, что твоя победа, он делает, ну, супер удивленный, да, это было, типа, ну, прям, не очень, слушай, не знаю, поэтому многие начали говорить о том, что он дал судьям распоряжение, что в любом случае ты должен выиграть, потому что ты хардкор менеджмент, но чтобы об этом, типа, никто не догадался, он решил делать это. Давай-ка сделаем раздельное решение, давай-ка. я буду стоять за Тиграном. Ну, ты представь, вот представь, насколько это низко, ну, в отношении, по отношении даже к тому же Тиграну, да, потому как он является бойцом лиги, это низко по отношении ко мне, потому как такая реакция, она меня, ну, ты сама видела, что эмоционально, я просто, я еще тогда приехал в All in Bad Lounge, ну, ты видела, я высосан, и просто вот такой вот пришел, просто это уже действительно было больше. А вы ненадолго, кстати, совсем приехали? Мы приехали чисто мордой по свете. Меня насильно оттуда забрали домой, я еще хотела сусить. Вот, ну, и касаемо, конечно, этого, знаешь, это просто у меня, ну, у меня действительно в моей голове это воспроизвело такой диссонанс и непонимание, знаешь, со стороны стороны, точнее, Анатолия Юрьевича почему так произошло? Ну, если это игра большого театра, так скажем, да, то, ну, ну, ваши актеры... Вы стали вписывались после этого? Анатолий Юрьевич, если я не ошибаюсь, он даже на связь не выходит в Инстаграме, то есть, ну, в медиаполях он сейчас почему-то не светится. Переживает насчет чего? Насчет того, что такое спорное решение, да. Ну, опять же, где там спорное решение? Ну, кто? Он посчитал спорное? Так, вот, честно, смотри, я очень хорошо общаюсь с тобой, кстати, Даня, один из тех бойцов, который меня называет не по имени, а правда, был мой фед, очень мило, и хорошо общаюсь с Тиграном. Вот мне, как человеку, который, я не могу назвать себя профиком, несмотря на то, что там, я достаточно долго работаю в виде наборства, но мне казалось, что Тигран действительно тебя перебивает. Вот, и это же... Хорошо, в чем он перебивает? Что он наносит больше ударов. Больше ударов? Какие удары ты считала, что нанес он больше? Я даже их не считала, четыре взрыва за несколько раундов, которые более-менее что-то похоже на атаку. Понимаешь, у бойца должны быть выверенные действия, которые соблюдал условно я. Не было выверенных действий, которые соблюдал Тигран. У Тиграна, честно, была больше позиция нанести удар, чтобы сокрушить. Знаешь, типа попасть там в челюд, чтобы он сейчас плывет, я его еще заколочу, и он упадет. Если это их была работа, ну, они ее выполнили. Если у них была работа выиграть бой, и действительно выиграть его академичным боксом, то есть, размеренным, хорошими атаками, хорошей подготовкой к атаке, вопросов ноль. Но, опять же, я не умоляю, заслуг Тиграна, его команды, его тренера, да, они проделали огромную и колоссальную работу. Но, нужно, во-первых, принимать достойность, на поражение, и, во-вторых, ну, что-то менять, именно в плане, я знаю, с кем он готовился. Да, я знаю, с кем он готовился на бой, этот паренек был со мной в сборной, зовут его Илья Богатырев, примерно, антропометрии, возможно, моей, но он ниже меня, но именно в плане размах рук, у нас одинаковый размах рук, он такой паренек, ну, тоже видный, мастер спорта международного класса, в одной сборной мы были, подготовка у Тиграна должна была пройти, ну, иным образом, если он хотел выиграть, там немножко другие действия должны были, то, что красочный бой, красочный в его сторону, вопросов ноль, есть атаки, да, есть взрывные, да, какие-то действия, но этого мало для того, чтобы выигрывать бой, и даже люди, которые сейчас в хардкоре, но его земляки, ну, я не буду имен называть, их там несколько, да, говорили, что выиграл, они сказали все, ну, типа, хоть ты и выиграл моих земляков, ой, моих земляков, да, хоть ты и выиграл моего земляка, но Тигран сделал слишком мало для того, чтобы отдать ему победу. Хорошо, Даня, давай завершающий вопрос про ваши разборки, как думаешь, чем все это закончится? Да, честно, чем? Как ты думаешь и как ты хочешь? Как хочу, я хочу, чтобы это все уже, ну, переросло вот эту стадию вот такого ажиотажа, да, вокруг этого боя, да, мы создали огромный инфоповод, чтобы о нашем бое говорили, и говорили еще, как минимум, недельки-две точно это будет продолжаться, может быть, кто-то уже и подзабыл, нахрен это и надо, да, как бы, мы все люди не безэмоциональные, но как это все для меня бы хотелось, я сказал, да, я хочу, чтобы поскорее все закончилось, все встало на свои места и все. Как это все произойдет и как я думаю, да, что это произойдет, ну, предполагать, я могу только предполагать, а располагать Всевышний, понимаешь, и я не знаю просто, как это произойдет, но, честно, да, там кто-то пишет, вот там, извинения от Анатолия Юрьевича, причем публичные, друзья, мне нахрен не нужны, эти извинения, я знаю, кто меня признает как победителя, и то, что ты говоришь, там, о 60 на 40, что пишут про Тиграна, если почитать комментарии, да. Ну, очень сомнительная у тебя оценка, конечно, ну, потому что я много, как бы, дней просидел и продумал, ну, просмотрел и прочитал комментарии, ну, я по пабликам полазала, честно, но большинство, не, наоборот, типа, большинство, там, кто-то сначала написал, и потом такие, блин, а вот я сейчас пересмотрел бой, и типа, меняют мнение, и типа, да, и как бы Бридов-то выиграл, да, хоть и на тоненьком, ну, для кого-то это на тоненьком, вопросов ноль, но для кого-то это действительно хорошая победа, да, возможно, не такой красочный, яркий бой, но победа. Вот и все. Если вам предложат реванш, как думаешь, он будет возможен, или нет? Я бы, конечно, сказал, знаешь, может быть, громкую такую фразу, но для чего, ну, я и ладно скажу, для чего, мне доказывать псам, чьего мясо? Ну, вот, зачем мне этот реванш, зачем? Я его не избегаю, я его не боюсь, но если Тигран будет в моей весовой категории, чтобы я, я гонять, ну, знаешь, условно, да, под его весовую категорию, ну, я не хочу. Наберет в физические кондиции, там, хотя бы в те же 84, и я буду весить 84, окей. сбрасывать до 84, чтобы он там был 77, а потом еще кто-то мне вообще скажет, там, сделай 82, чтобы примерно ясь-ясь было, ну, мне это зачем? Факт победы есть, да, для кого-то это сомнительный факт, но для меня, для моей команды, для моих окружающих, ну, для моего окружения, да, для людей, этот факт победы есть. Если его команда считает, что он выиграл, и ему нужно реванш, чтобы что-то кому-то доказать, то мне этот реванш нахрен не сдался. Ну, я все, что нужно, я доказал за эти 6 боев уже по факту, но если еще бокс брать, то там за 7 боев, за 8 даже, ну, за 7, ладно, за 1 не будем считать, вот, и, ну, мое просто, наверное, наставление, да, людям, которые, не знаю, мне пишут, ладно, я не хочу брать там, да, поддержку Тиграна, она у каждого бойца должна быть, и она имеет место жить, быть, имеет место, имеет право на это, но нужно научиться принимать поражения, и принимать их достойно, а не ходить и кричать там, ну, мне видео уже попадаются, да, и люди, как бы, я на многих людей подписан, которые вот в этой всей каше, варятся, как там на затылок, вот, он ему там два раза по затылку, честно, ребят, ну, вот, я не знаю, Света, может, сейчас подрогает, у меня весь затылок в шишках, после этого боя, это, это у тебя, это шишка? то есть, чтобы ты понимала, я одну нашла, ну, да, ну, ладно, типа, болела, знаешь, вот этих сторон, вот, шишка тоже есть, а, ну, да, то есть, ну, как бы, чистые попадания, видны на лице, ну, по факту, это вот бровь, я их открывать и не буду даже, челюсть, ну, челюсть у меня не болит, вот, и поэтому принимать поражение нужно, действительно, с честью, с достоинством, и если бы я проиграл, да, но вот это сослагательное наклонение, я не люблю его, вот эта вот частица «бы», был бы факт проигрыша, конечно, вопросов ноль, я бы принял это поражение и принял бы его, потому как, у меня мама мой самый главный хейтер и самый главный мотиватор, так скажем, потому как, если я проигрываю действительно бои, она мне говорит об этом пряно, и тогда она вот мне позвонила и сказала, блин, Даня, говорит, я тебе люблю правду говорить, но в этом случае ты действительно выиграл, и говорит, если бы ты проиграл, я бы тебе сказал, отдавай пояс, отдавай все это, довольствуйся тем, что есть, и расклебывай тоже дальше сам, но она сказала, ну это некрасиво вообще, ну это не по спортивному, не знаю, каково мнение там у его, да, команды, и так далее, и тому подобное, но мне на него уже по большому счету, вот, класть. Кстати, Даня, сегодня я хочу тебя познакомить с энергетическим напитком GFC, при своей следующей весогонке обязательно использую его, в нем минимум калорий, натуральный кофеин, у тебя будет море сил, эмоций, на тренировках, ты будешь сфокусирован целиком на том, что говорит тебе тренер, и будешь тратить минимум времени на сон, и подготовишься так, чтобы все были уверены в твоей победе на 100%, GFC больше энергии, больше побед. Кстати, он реально вкусный. Ну что, Даня, спасибо тебе большое за твои разъяснения, я надеюсь, что в скором времени ты восстановишься, какие у тебя ближайшие планы на конференции, ты объявил о том, что хочешь забрать все пояса во всех весовых, может, и в 77 тогда спустимся? Нет, в 77 я, конечно, спускаться не хочу, но опять же, да, я высказал свои амбиции, не знаю, как сейчас все будет это продвигаться, потому как, ну, со многими бойцами, которые сейчас держат пояса, да, я просто теплых, в отличных взаимоотношениях, но это спорт, да, и тут дружбы не должно быть, но мне просто вот, знаешь, у меня есть кумиры, но как говорил Майк Тайсон, вот, Али, да, когда он с ним разговаривал, говорит, однажды я бы хотел там выйти в твои лучшие годы и с тобой подраться, и вот мне, конечно, хотелось бы завоевать пояса и 84, и 93, и 93+, но давайте будем честны, да, наверное, по такой логике будем двигаться, честно, честно, отчестно, отношения лиги надо прощупать, да, в плане к этим боям, и действительно нужно ли это все, потому как кулачка штука такая, она очень травмоопасная, но опять же, да, я от своих слов не отказываюсь, эти три пояса, я действительно их хочу завоевать, я хочу быть одним из первых, кто держит хотя бы четыре пояса, не три, четыре, ну, то есть гран-при, 84, 93, 93+, как все дальше будет складываться, посмотрим, время покажет, мы предполагаем, все вышли располагают. Через сколько ты будешь готов к первому бою? Сейчас пройду курс реабилитации, возможную операцию на руку сделаю, на левую, потому как втухла она быстренько у меня, вот, отдохну, приду в себя, я очень давно не был дома, и очень соскучился по своим родным, близким, по друзьям, по первым тренерам тоже, хочу заглянуть в зал, и, наверное, к концу января, к февралю, я выйду, но, скорее, даже, наверное, не по кулачке, а по боксу. Но, опять же, видишь, у меня еще есть свои планы на любительский спорт, потому как я хочу со своим коучем, да, пройти путь к международному мастеру спорта, а, возможно, и к каким-то снова, да, у меня загорелись во мне олимпийские амбиции, олимпийские надежды, и попасть в 20, это какое у нас, получается? В каком году крайне олимпийские были летние? Да, 20-е, но его перенесли из-за ковида на 21-й, 24-е это Париж у нас, вот, во Франции. Ну и получается, что у нас? 28-й год? Ну вот к 28-м году, конечно, хотелось бы, хотелось бы поучаствовать и на олимпийских играх. наша сборная будет выступать? Я думаю, к этому моменту, конечно, не будем забегать вперед, но многое поменяется сейчас со всей этой... Мне очень обидно, что спорт попадает вот в такие ситуации, да, именно как внешнеполитические, и политика влазит в наши спортивные интересы, потому как спорт, это действительно про дружбу, про дружбу и как народов, так и, в принципе, континентов, потому как у меня много друзей из других стран, с которыми я и боксировал, с которыми мне предстоит побоксировать. Поэтому планы вот я озвучил. Как дальше все пойдет, знает только он, поэтому посмотрим. Ребят, пишите в комментариях, как вы думаете, кто же все-таки победил, Даня или Тигран, и будем ждать новых твоих побед. Друзья, ну а вы подписывайтесь на канал Светы, наши мамы, я уже привык к этому, ставим обязательно колокольчики, пишем комментарии, и сердечки тоже. Вот, она очень много старается, много трудится, поэтому оцените ее работу по достоинству, как она того заслуживает. Слушай, а дом-то, в котором квартиру подарили, он начал строиться-то уже или нет? Не знаю.